Смотрите прямо сейчас, как Украина Америку открывала. Глава Госагентства по инвестициям и национальным проектам Владислав Каськив расскажет о презентации в США самого амбициозного украинского проекта по строительству терминала сжиженного природного газа и других начинаний. Что знает об Украине и украинских политиках американская Фемида? Эксклюзивное интервью в прямом эфире с бывшим прокурором США Мартой Бёрш, которая вела расследование дела Павла Лазаренко, представляла на процессе государственное обвинение и добилась для экс-премьера обвинительного приговора. Почувствуйте разницу. Чем акция «Захвати Уолл-стрит» отличается от акции «Захвати пенсионный фонд?» Почему вообще чернобыльцы штурмуют местные пенсионные фонды, если решение о выплате пенсии и пособий принимает украинский Кабмин? И как штурмовали Европу украинские кровосиси из скандального движения «Фемин»? Чего они добивались на площадях Рима и Парижа? Об этом отчаянные девицы расскажут нам сами. Мы ждем их сегодня живьем здесь, в студии «Большой политики». АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Это программа «Большая политика» и я ее ведущий Евгений Киселев. Самая горячая тема недели – это, безусловно, протесты чернобыльцев, вспыхнувшие сразу в нескольких городах Украины. Вначале, коротко напомним основную кону событий. Схид и Захид разом. Гасло часів Помаранчевої революції несподівано почали втілювати в життя чорнобильцы. Упродовж трьох днів вони захопили региональні відділення пенсийного фонду у Донецьку, Харкові та Львові, а в Києві намагалися захопити Кабмін. Першими на штурм пішли Донецькі. 14 листопада близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни, увірвалися до приміщення пенсійного фонду і почали вимагати термінової зустрічі з Миколою Азаровим. Але поспілкуватися їм не вдалося ані з прем'єром, ані навіть з головою Донецького пенсійного фонду. Останній негайно написав заяву про відставку. Наступного дня 41 учасник акції оголосив голодування. Невдовзі одного з них, голову Донецької обласної організації «Чорнобиль єдність», забрала швидка. На третій день, після переговорів з керівництвом обладміністрації, чорнобильці залишили актовий зал пенсійного фонду, але не припинили протест. Вони обіцяють мешкати у наметах біля пенсійного фонду, допоки не отримають на руки грошей, які їм заборгувала держава. Донецький приклад надихнув Харків, де наступного дня кількасот чорнобильців захопили місцеве відділення фонду. Тім, уже за кілька годин харківській владі вдалося заспокоїти розгніваних людей. Вони залишили приміщення зі сподіванням, що їхні вимоги буде виконано. І навіть з подякою місцевим чиновникам. Голова Харківської філії Всеукраїнської організації «Союз Чорнобиль Україна» заявив, що зайвий раз переконався, цитата, «ставлення органів влади до харківських чорнобильців, як завжди, на висоті». Того ж дня сотня представників організації «Діти Чорнобиля Львівщини» прийшла до місцевої філії фонду. Протестувальники були налаштовані мирно, передали керівництво фонду свої вимоги і пішли. Але обіцяли повернутися і навіть оголосили приготовність розпочати голодування, якщо найближчим часом не отримають соціальних гарантій. І нарешті у Києві 16 листопада півтисячі чи то чорнобильців, чи то членів радикальної партії під головуванням депутата Олега Ляшка намагалися штурмом взяти Кабмін. Після того, як учасники акції заблокували рух транспорту по вулиці Грушевського, беркутівцям довелося відтісняти людей з проїжджої частини. Людина вмирає! Депреса! Анонсованого Олегом Ляшком штурму не відбулося, але на 1 грудня він уже призначив нову акцію протесту. Сьогодні у нас в студії собрались представители организации чернобыльцев, а так же ветеранов Афганистана, которые ранее так же, как все мы помним, провели несколько драматических акций за свои права. Сейчас ко всем здесь присутствующим один вопрос. Пожалуйста, вначале очень коротко, буквально там по 30 секунд. Откуда все-таки вот эта мода появилась захватывать пенсионные фонды? Ведь решения о социальных выплатах действительно принимаются в других кабинетах? Пожалуйста, начнем с господина Андреева Юрия Борисовича, представитель социально-экологической партии «Союз Чернобыль-Украина». Вообще-то, всеукраинская общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль-Украина». Все-таки не партия. Плохо то, что как раз вот эти все акции постепенно так приобретают какие-то, как пиаровские акции. Все меньше и меньше эффективности, почему никто не подписывает никаких соглашений. Даже когда пикетировался кабинет министров, предложение было отозвать никому не нужный протокол правительственного, номер 63. Вместо того, чтобы трогать постановление правительства 745-е. То есть, те люди, которые организовывают чернобыльцев на эти выходы, добиваются совсем другого. Ставят перед собой какие-то политические цели и не пытаются добиться вот таких вот программ социальных, жизненно необходимых для этих людей. Пожалуйста, слово господину Червонописку, главе Украинского союза ветеранов Афганистана. Сергей Васильевич, коротко ваше мнение. Ну, где-то я поддерживаю то, что сказал Юрий Борисович. Безусловно, 20 сентября это был апофеоз, мы вышли дружно, вышли вместе. И по мнению управления Украинского союза ветеранов Афганистана мы добились поставленных задач. То есть, отстранили от второго голосования пресловутый закон 9127, выполнение судовых решений. Вот. А дальше это уже, ну, планирование пошло, я так вижу, потому что фильм, например, «Рэмбо-1» мне тоже нравился, но потом все остальные фильмы «Рэмбо» все ниже, ниже, ниже качеством и содержанием, так сказать, были. Точно так же и здесь. Пожалуйста, Борис Новожилов, представитель форума общественных организаций. Очень коротко ваше мнение. Добрый день. Ну, мне не оставляет ощущение, что это все очень хорошо спланированные, спровоцированные акции, которые, к сожалению, сегодня идут под сценарием, который написан не в оппозиционных партиях, не в каких-то гражданских комитетах, потому что власть постоянно провоцирует. Общественные организации поддаются на эти провокации. Мне кажется, что мы стоим на пороге каких-то серьезных решений, и для того, чтобы подвлечь внимание, сегодня вот то, что происходит, оно не может происходить само по себе. Естественно, идет провокация, но провокация спланирована. Давайте мы здесь сейчас поставим точку с запятой, не все высказались, но вся основная дискуссия у нас еще впереди. Смотрите в следующей части большой политики. Удастся ли правительству достичь компромисса с протестующими? Стоит ли кто-то за чернобыльскими штурмами местных пенсионных фондов в Донецке, Харькове, Львове? И правда ли, что выпускание пара на местах может быть даже выгодно центральной власти? Мы продолжаем очередной выпуск программы «Большая политика». Сегодня мы говорим о протестах чернобыльцев. В первой части нашей программы несколько из приглашенных в студию гостей коротко высказались, по сути, происходящих событий. Я хотел бы дать возможность остальным присутствующим высказать свою принципиальную позицию. Очень коротко, пожалуйста. Петр Ребенко, заместитель председателя организации «Никто кроме нас», пожалуйста. Добрый вечер. Порушение прав и законных интересов граждан, владой, является очевидным фактом. Проте, понятно, что пенсионные фонды не есть той инстанцией, куда нужно направить гнев. Представители ГИО, а не кто кроме нас, сейчас занимается объяснением работой, каким образом защищать свои права и интересы. Потому что, действительно, пенсионные фонды не есть тими организациями, которые виноваты в том, что людям не выплачивают пенсии и компенсации. Пожалуйста, народный депутат Кирилл Куликов. Добрый вечер. Я хотел сказать, что вышли люди. Вышли люди высказать свой протест. Вышли люди высказать то, что наболело. Потом состоялось заседание Кабинета Министров, где президент заявил, что эти акции организованы, спонсированы и так далее. Я стоял с этими людьми, стоял между афганцами, чернобыльцами, между Беркутом и видел реальное горе людей, которые так дальше жить не могут. И, действительно, то, что происходит на сегодняшний день, это страшно. Вот все эти лозунги, это страшно. Почему люди должны думать о том, как умирать? Страна существует для того, чтобы дать людям жить. Это самое главное. И я разговаривал с этими людьми, смотрел на них, и они говорят, а нам все равно, где умирать, под парламентом или дома. То есть, действительно, та злоба, которая на сегодняшний день существует в этом обществе, это страшно. То, что мы обсуждаем уже несколько месяцев подряд возможности бунтов, гражданской войны, это страшно. На сегодняшний день правительство пытается играть с этим. А это тоже страшно. И это может привести к необратимым последствиям. С другой стороны, правительство пытается каким-то образом разделить, как обычно, знаете, на чернобыльцев, более честных чернобыльцев, более пострадавших чернобыльцев, афганцев, больших афганцев, меньших афганцев. Тактика разделяя власть, но, к сожалению, эта тактика работать не будет. И приведет к негативным последствиям. Пожалуйста, народный депутат Наталья Королевская. Добрый вечер студия, добрый вечер телепезрители. Сегодня люди как могут, так себя и защищают. И они могут собираться, самоорганизовываться, выходить в городах, в районах, и хоть как-то показывать протест к тем действиям, которые осуществляет власть. И это их право. И сегодня, я считаю, главная задача – это самоорганизовываться всему обществу и всем людям, и понимать, что либо мы защитим себя, что либо покажем и продемонстрируем силу, либо действительно будем пытаться каким-то образом сотрудничать. А сотрудничество сегодня с властью приводит к полному дефолту. Потому что власть обещала на налоговом Майдане предпринимателям, не выполнила свои обещания, власть пообещала афганцам, не выполнила свои обещания, пообещала чернобыльцам, не выполнила свои обещания. И поэтому недоверие сегодня у людей к власти 75%. То, что людей где-то, может быть, заводят в тупик, в том, что они хоть куда-то могут вместе объединиться, и хоть какое-то принуждение, хоть как-то обратить внимание на проблему. Но также мы видим, что каждый почти день все больше и больше возникает очагов. Во Львове, в Харькове, в Луганске, в Донецке, в Хмельницком я была позавчера, когда более трех тысяч предпринимателей вышли на площадь. И на что ума хватило у власти? Привезти учителей, привезти врачей, дать им партийные флаги партии регионов и поставить их против предпринимателей. Потому что они хотят действительно сегодня провоцировать конфликты. И за это им придется очень жестоко отвечать. Поэтому правильно нужно, конечно, идти сегодня всем афганцам и всем чернобыльцам к стенам Кабинета министров и принуждать Кабинет министров не принимать антинародные законы и не провоцировать своими действиями сегодня дефолт в стране, социальный дефолт, политический дефолт, экономический дефолт. Потому что мы видим, что действительно они провоцируют людей на противостояние. Люди не верят в то, что можно компромиссно решить свою проблему. А когда людей лишают последнего куска хлеба, когда мы видим, у кого решили отбирать. У людей, которые служили, которые воевали, которые защищали страну. А последнее решение Кабинета министров. У матерей одиночек начинать отбирать последние социальные пособия. Давайте так далеко не углубляться. Все-таки один вопрос конкретный к вам, Наталья Юрьевна. Из Львова поступила информация сегодня, что к местным чернобыльцам, протестующим, присоединились активисты всеукраинской акции «Вперед!», к которой вы имеете непосредственное отношение. Вот львовские чернобыльцы вас просили о помощи или вы сами решили их возглавить? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что многие представители общественных организаций жалуются, что не только власть, но и оппозиция пытается участников этих протестов использовать в своих сиюминутных политических целях. Вы знаете, многие организации, которые пытаются действительно манипулировать, разделять и деорганизировать общество. Я уважаю, когда люди объединяются, когда афганцы собрали форум, собрали представителей со всех регионов, могут координировать ситуацию? Прекрасно. Так львовские чернобыльцы вас просили о помощи? Я отвечу. Пускай работают на объединение. Может всеукраинская акция «Вперед!» собирать активистов? Прекрасно. Пусть максимально собирает. Потом соберутся вместе, определятся, обозначат цели и единым фронтом смогут действительно отстаивать интересы и бороться. Потому что один на один с действующей властью бороться невозможно. То, что касается ситуации во Львове, если активисты наши во Львове, а это лидеры общественных организаций львовских, решили поддержать чернобыльцев, я считаю, и буду это всегда приветствовать. Потому что чем больше мы будем объединяться, чем больше мы сможем защищать интересы людей, тем лучше будет результат. А не вестись на провокации власти, когда они говорят одни настоящие, другие ненастоящие. Все люди у нас в стране настоящие. И все люди сегодня страдают. И нужно защищать любого человека. Хоть он чернобылец, хоть он дитё войны, хоть он кредиты его обидели, хоть вообще пострадал сегодня. Наталья Юрьевна, ну вот скажите, пожалуйста, вот скажем, ваш коллега, народный депутат Олег Лешко, уже объявил себя лидером всенародного движения чернобыльцев, привёл их... Я думаю, вам лучше об этом спросить Олега Лешко. Я себя не объявляла ни лидером, ни чернобыльцев, ни органцев. Ну, а почему есть я? Я не чернобылец. Вы спросите, как к этому относятся чернобыльцы. Да я к этому никак не отношусь. Я с предпринимателями стояла на налоговом Майдане, и все акции мы прошли вместе. И знаете, реальность... Но вы знаете, при этом всё-таки справедливости ради можно напомнить, что многие участники налогового Майдана не хотели ассоциировать себя ни с какими оппозиционными политическими силами. Разве нет? Я недавно, когда приходили чернобыльцы под стены парламента, они начали кричать в мегафоны «Королевскую», вызывать громко «Королевскую». И ко мне некоторые мои коллеги, депутаты, подбегали с такие струсящимися руками, говорят, слушай, они там тебя требуют на улицу, что-то там будет, там, наверное, бить будут. Или вот я видела эту панику. И когда я вышла к чернобыльцам, которые стояли под стенами парламента, и они передавали мне обращения, мы постарались вместе с Кириллом провести их в Верховную Раду, постарались выслушать, организовать встречу со спикером, то в таких случаях помощь депутатов, она нужна. Но тех депутатов, которым доверяют люди. И здесь нужно находить взаимопонимание, и если ты полезен, ты должен в этом участвовать. Когда 3 ноября пришли под стены парламента предприниматели, и когда тысячи Беркута шли и давили людей, и действительно беспредельно, абсолютно себя вели, тогда тоже, благодаря тому, что там присутствовало хоть несколько народных депутатов, смогли остановить эту давку, смогли защитить людей и решить эту проблему. Поэтому, я бы здесь, знаете, такие всеобщие лозунги. Политика, она во всем. Политики бывают разные. И сегодня, и мы, как оппозиционная сила, максимально стараемся защитить людей. И налоговый Майдан, когда мы дежурили там круглосуточно, и хоть как-то защищали там и палатки, и людей. Вы знаете, это нужно. И без этого никуда мы не денемся. Вот хотел бы спросить Сергея Васильевича Червонописского. Товарищ генерал, скажите, вот, по-моему, вы говорили о том, что вам не нравится, когда союз ветеранов Афганистана, украинский союз ветеранов Афганистана пытаются использовать те или иные политические силы? Или я что-то путаю? Еще никто у вас не знает. Значит, более того, я скажу так, что 20 сентября мы ведь вышли не за себя, вот, конкретно за афганцев, там, или за Червонописцев. Мы вышли против, ну, беспредела, который творился именно в законодательном плане. Все прекрасно знают, что этим законом 91-27 по указанию судовых решений, а перед этим был закон 75-62 такой же, два брата-близнеца, вот. Практически ставились под удар уничтожения, так называемые льготы, я это называю компенсациями, 16 категорий граждан Украины. И мы отстояли все вместе тех людей, вот, о которых сегодня уже звучало, те же дети войны, те же ветераны, фронтовики, прочие люди, которые, ну, скажем так, не в состоянии на сегодня за себя постоять. Ну, хорошо, вот, извините, что я перебиваю, но почему же, вот, вроде как, было такое единство поначалу, а потом кто-то пошел подписывать меморандум, а кто-то не пошел. Ну, в данном, в данном случае, в данном случае, значит, мы ставили перед собой, ставим и будем ставить, конкретные задачи, которые определяет, прежде всего, социальная защита нашей категории людей. Другие ребята, у нас был разговор с ними, они приняли решение заниматься политикой. Бога ради, вперед. Ну, хорошо, вот. Но если бы, я прошу внимания, если бы мы тогда не пошли на диалог, не пошли, и на сегодня у нас мы добились серьезных результатов, то этот бы закон уже был бы принят и действовал бы. И этих вот 16 категорий населения были бы... А знаете, к слову о политике можно добавить? Да. Вот когда этот закон ставился на голосование в парламент, после того, как вы бойкотировали, после того, как вы меморандум подписали, его два раза вносила власть в парламент и ставила на голосование. И именно тогда Бют блокировал трибуну, и мы тогда не допустили того, чтобы он был в повестке дня. Поэтому здесь нужно грамотно взаимодействовать и как внешне, и как внутренне защищать интересы, занимать единую гражданскую позицию. Ну вот скажите, пожалуйста, громкий эпизод недавнего прошлого, вот снос забора перед Верховной Радой. Вот ваши люди участвовали в этой акции? Ну, безусловно. Ну, 20 сентября было. Потом... Нет, вот то, что было уже вот в следующий раз. Нет. Не участвовали, да? И я так понимаю, что и Союз Чернобыль, возглавляемый, присутствующим здесь Юрием Андреевым, тоже в этом не участвовал. Участвовало несколько региональных организаций. Донецкая, Луганская, Харьковская. Причем, что удивительно, они возглавляются депутатами областных советов с партии регионов. Мало того, эти депутаты еще являются доверенными лицами головы фракции регионов. Ефремова и первым заместителем партии регионов Шенцева. То есть, Союз Чернобыль-Украины не участвовал в этих акциях весь. И причина была простая. Мы считаем, что мы не полностью использовали возможности меморандума. И не хотели, чтобы своими руками он был разорван. И мы освободили власть от выполнения этих положений. Сейчас мы тоже достигли целого ряда уступок со стороны правительства и по бюджету. Ну и кроме того, мы не меняли никогда своих позиций. Мы считаем, что судебное решение... Ну вот люди, которые стоят сейчас на акции протеста в Донецке, видимо, вот этими предварительными договоренностями не готовы. У нас сейчас Донецк на связи. Донецк, где, как уже было сказано, чернобыльцы покинули помещение местного пенсионного фонда, но продолжают акцию протеста на улице перед зданием. Пожалуйста, слово нашему корреспонденту Тарасу Москалюку. Тарас, что там у вас происходит? Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Добрый вечер, все участники большой политики. Сегодня довольно прохладно, но, несмотря на мороз, возле здания Донецкого пенсионного фонда человек 250-300. Посчитать так, на самом деле, точно довольно трудно. 43 человека из этих людей находятся в состоянии голодовки. Вот уже который день они голодают, они действительно покинули здание пенсионного фонда и находятся на площади перед пенсионным фондом Донецкой области, областным управлением. 10 человек, порядка 10 человек, тоже по непроверенным разным данным, находятся сейчас в больницах Донецкой области. Среди них и один из руководителей инициативной группы Чернобыльцева Николай Гончаров. Сейчас рядом со мной тоже два активиста инициативной группы. Они будут отвечать на все ваши вопросы. Это Владимир Петрович Сумароков и Эдуард Анатольевич Капустин. Если есть у Киева вопросы, Евгений Алексеевич, пожалуйста. У меня первый вопрос к вам, Тарас. Скажите, пожалуйста, состоялась ли встреча с донецким губернатором? Насколько я знаю, он несколько часов назад вылетел из Киева с каким-то решением правительства, которое должно удовлетворить донецких чернобыльцев. Нет, к сожалению, такой встречи не состоялась. Но по той информации, которая есть у меня, на эти вопросы, которые имеют сейчас чернобыльцы, должен отвечать руководитель правительства Украины, а не местные власти. Во всяком случае, такая информация есть у меня. Ну хорошо. Тогда вопрос к представителям протестующих. Скажите, пожалуйста, вот устроит вас какой-либо компромиссный вариант? Если позвольте, Евгений Алексеевич, буду повторять ваши вопросы, потому что у нас очень хорошая связь со студией. Я понимаю, что прямой связи на прямых наушников нет, пожалуйста. Транслируйте мои вопросы. Хорошо. Ведущий спрашивает, какой компромисс устроит вас? Компромисса не может быть никакого, потому что есть закон, конституция, и их надо просто выполнять. Какой может быть компромисс между законом? Плохой или хороший закон, но это закон, его надо выполнять. Спасибо. Вот такой ответ. Ну вот господин Назаров, премьер-министр, пообещал сегодня, что повысят пенсию ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС первой группы до 4 тысяч гривен в следующем году. Как вы к этому конкретно относитесь? Это цирк. Устраивает ли вас слова Николая Азарова о том, что чернобыльцам, инвалидам повысят пенсии в ближайшее время? Ну, Николай Янович Азарова не сказал, с какого размера он повысит эти пенсии. До 4 тысяч. Ну, у нас пенсии по закону гораздо выше сейчас уже. Я в 5 раз как учителя. То есть повышение, ну, как бы оно не повышение, а понижение. Абсолютно. Вот такой ответ, Евгений Алексеевич. Хорошо, а скажите, пожалуйста, с какими политическими силами готовы сотрудничать представители протестующих? Там по всем трех. Вот, например, господин Лешко там вас пытался возглавить. С какими политическими силами готовы вы сотрудничать? Вот у вас был Лешко. На данный момент мы не сотрудничаем ни с одной политической силой. Мы на данный момент не поддерживаем ни одну политическую партию и не верим им. Все обещали, все были и у власти, и в оппозиции. Но никто не выполняет наши законы. Лешко помог вам попасть в здание пенсионного фонда в свое время. Считаете ли вы его своим, скажем так, ну, помощником? Нет, ни в коем случае. Он захотел организовать встречу в актовом зале и пригласил нас в зал. И потом ушел. Мы ему благодарны за то, что мы зашли в теплое помещение. И все. Вы уже покинули. Только за тепло благодарны? Так получается? Только за тепло благодарны? Нет, за то, что он завел пенсионный фонд. Ясно. Спасибо. Хорошо. Какой дальнейший план действий? Еще вопрос, Огнинский. Дальнейший план ваших действий? Ждать. Ждать реакции все-таки правительства. Когда оно начнет выполнять законы. Какой конкретной реакции вы ожидаете? Исполнение законов. Исполнение решений судов. Все. Мы не просим у правительства денег. Исполняйте законы и все. Когда вы готовы покинуть эту площадь? Как только правительство скажет, что оно готово исполнять решения судов, не только по нам, чернобыльцам, а также и по детям войны, по афганцам, и по остальным 16 категориям граждан, социально незащищенных льготных категорий. Только в этом случае мы отсюда уйдем. А можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот лично вам, лично вам, сколько денег задолжало правительство? Вы спрашиваете, сколько лично вам задолжало денег правительство? На сегодняшний момент я не могу этого сказать, потому что выплаты, как нам сказали, выплаты пенсии продолжаются до 25 числа каждого месяца. Поэтому сейчас я не могу сказать, сколько оно мне задолжало. Какую пенсию вы получали до того, как перестали платить ее? 7 тысяч. 7 тысяч, а, извините. А теперь сколько? А сколько получили? С математикой они все в порядке. Тысячу, тысячу, пятьсот, тысячу шутсот ривен. Семь тысяч, начали вычитать. А другой ваш собеседник, пожалуйста. Тот же, тот же самый вопрос. Какая была у вас пенсия? У меня такая же была пенсия 7 тысяч, я получил 1380. Есть ли те, которые получали, среди вас, те, которые получали, вот говорят, там, 30 тысяч? Мы четко заявляем, что на уровне нашего губернатора мы просмотрели все списки пенсионного фонда. Ни один человек у нас не получает 30 тысяч. Единственный человек в Донецкой области получает более 10 тысяч. Остальные от 5 до 7 тысяч. Пожалуйста, Евгений Григорьевич, еще вопросы. Спасибо, Тарас. У нас заканчивается время телемоста. Я благодарю нашего корреспондента Тараса Маскулюка, который включался в прямом эфире из Донецка. Мы возвращаемся в студию большой политики. И все-таки хотел бы вернуться к разговору с здесь присутствующими. Вот хотел бы спросить господина Андреева. Вот акции в Харькове и Донецке, по вашим словам, вы заявили об этом позавчера в средствах массовой информации, организованы якобы мошенниками, прикрывающимися чернобыльскими лозунгами. Ну, слова «мошенники» такого у меня не было. Я не знаю, откуда появилась такая цитата. Говорилось о том, что перед людьми ставят ложные цели и выводят их совершенно на пустые вот такие выступления. Так вот это пустое выступление, которое мы сейчас видели? Это пустое выступление, но смысл этого выступления не принесет, пользы не принесет. А теперь смотрите, какие задачи перед нами стоят и что мы делаем. Мы считаем, что восстановить выплаты по решениям судов необходимо, но не за счет остальных чернобыльцев. У нас 14 тысяч чернобыльцев получают выплаты или пенсии по судебным решениям. У средней пенсии у чернобыльских инвалидов 1600 гривен. И поэтому стоит задача, чтобы все остальные чернобыльцы, а это все-таки десятки тысяч, чтобы они получили достойную пенсию. И то, о чем говорил Азаров, это то, о чем добивался Союз Чернобыль долгие годы, с 2005 года, когда вносили с нами изменения в закон. И сначала народный депутат Кальченко вносил такой законопроект, потом народные депутаты Шенцев, Рыжук и Дэч с партии регионов, но они же сами отозвали свой законопроект. Сейчас он вносится. И в этот раз уже минимальная пенсия будет где-то в районе более трех тысяч, а не тысяча, как сейчас. То есть мы хотим, чтобы все чернобыльцы, а не какая-то часть людей получили достойные пенсии и ради этого мы подписывали меморандум. Вы были довольны ведь этим меморандумом, который был подписан 30 сентября? 30 сентября. И, к сожалению, целый октябрь месяц, половина ноября. Никаких сдвигов по меморандуму не было. Сейчас сдвиги появились. Вносятся изменения в закон о бюджете на второе чтение. Незначительно, но увеличивается финансирование по медицинским программам. Восстанавливается та программа, которой уже три года ее не было, просто она была по нулям. Это строительство жилья для инвалидов. Сейчас она будет 50 миллионов гривен. Мало того, Сергей Васильевич Рванопиский говорил, что законопроект 91-27 сейчас полностью ликвидируется его вторая часть. То есть это уже тоже выполнение пункта меморандума. И если то, что говорил Азаров, это главная была наша задача, 91-27. И вот то, что говорил Азаров, если это превратится не в слова, а в конкретное постановление правительства, то это получит, знаете, не 14 тысяч человек, а получит более 100 тысяч человек. Но все-таки, вот в Харькове ведь ваши сторонники проводили акцию протеста. Евгений, у нас такая ситуация сложилась, что в трех областях, в Донецкой, в Луганской, в Харьковской, проживает 90% тех инвалидов, которые получают пенсии по решению судов. Во всей остальной Украине всего лишь 10%. Поэтому у нас такая вот региональная социальная справедливость получается. В отдельных регионах справедливость выполняется, в других областях судов трудно получить. Хорошо, в Харькове это выполняется или не выполняется? Вот вы же выразили благодарность местной власти, если не ошибаюсь. Я не сказал такого. Я сказал наоборот, что как раз партия регионов выталкивает как раз вот Союз Чернобыль-Украины и делает как раз Харьковскую организацию и Луганскую инициаторами всех вот этих социальных конфликтов, которые, к сожалению... Я не понимаю, вот ваш подчиненный в Харькове, он не отражает вашу точку зрения? Нет, не отражает. Не отражает. То есть раскольник... Я бы сказал так. До того, там был председатель, бывший полковник Карпов, он умер. К сожалению. Сейчас то, что происходит, это имитация социально-защитных действий. Пользы от этого никакой нет. Слышите, а вам выплачивают что-нибудь? Не лично. Так сколько вы не судили? Не вам лично, не вам лично вообще. То есть вот вы сейчас перечислили, вам то пообещали, то пообещали, там закон пообещали. После этого ведь ничего не делается. Я действительно читала заявление премьера сегодня, где он говорит, мы пенсии поднимем. Но сначала мы их два раза опустим, а потом мы их чуть-чуть поднимем. Вы знаете, как произошло это заявление премьера? Мне неинтересно, как оно произошло. Я читаю то, что делается в заявлении. Вместе со мной запрессовал Тегибко, что нужно пойти на вот этот шаг и осовременить чернобыльский заработок 1986-1987 годов. Ведь всей Украине при расчете пенсии рубль заработанной перевели почему-то в гривню 5 копеек, а чернобыльцам переводят 40 копеек. Почему у нас такие ничтожные пенсии? И вот этот законопроект о осовременивании заработка, если он пойдет, вот Тегибко убедили, а уже сегодня, когда шел разговор с Клюевым, Тегибко и Азаровым, ну, больше часа ушло, потому что, вы знаете, Николай Янович непростой человек, и так быстро на какие-то убеждения и соглашения не идет. В конце концов, если он согласился, нужно подождать подписание этого постановления. Срок, я думаю, будет где-то, ну, не позже вторника среды. Но если это произойдет, это будет прорыв, которого за, ну, в этом тысячелетии еще не было. Ну, хорошо, вот вашим сторонникам в Донецке, если вы считаете их своими сторонниками, вы что посоветуете, продолжать стоять на площади, вести переговоры с губернатором, который, говорят, вот-вот приедет с какими-то решениями? Ну, смотрите, то, что происходит по решению судов, сейчас 14 тысяч исков уже выполнены, 40 тысяч в судах удовлетворены, но не выплачиваются, и 350 тысяч исков находятся в судах. Это только чернобыльских исков. Я уже не говорю, и вот эти как раз 350 тысяч, и 40 тысяч, никогда свои решения не будут, ну, у них не будут удовлетворены, они не получат эти пенсии. Поэтому главная задача у Союза Чернобыль, думать все-таки о тех, кто оказался в более тяжелой и сложной ситуации. А по судебным решениям, наша позиция была и остается прежней. Их нужно выполнять, если мы живем в демократическом и правовом государстве. Хорошо, пожалуйста. Мы говорим не о каких-либо льготах, мы говорим именно то, что сказал Чернобыльский, о компенсации потери здоровья теми людьми, которые сражались за родину, теми людьми, которые участвовали в этой трагедии. Мы им должны. Это прежде всего. Ну вот, понимаете... А второе, я лично привел чернобыльцев к Тегибко, и мы тогда разговаривали, и был подписан меман. Берил Борисович, позвольте я вас перебью как раз в эту тему. Я говорю, когда... В эту тему. Ну вот, понимаете, есть ветераны и ветераны, да? Есть, говорят, чернобыльцы, которые непосредственно рискуя жизнью, участвовали в ликвидации. Есть люди, которые просто проживали или оказались на территории, которая была заражена. Это целых пять областей, да? Правильно. Есть, ну не знаю... Двенадцать областей. Вы простите за то, что я там апеллирую к личному примеру. Вот я тоже служил в армии в Афганистане, и формально, там, еще там с конца 80-х годов, когда были введены соответствующие постановления, имел право на льготы. Но вот мне как-то было всегда неловко за этими льготами обратиться, просто потому, что я не участвовал реально в боевых действиях, там, не подставлялся под пули. И вот как бы становиться на одну доску, там, с людьми, которые действительно воевали, действительно рисковали жизнью, мне вот, честно говоря, всегда как-то было... Евгений, а в этом и весь вопрос. Потому что есть ликвидаторы, есть участники боевых действий, реально принимавшие участие в боевых действиях. Но в стране количество льготников, людей, которые получают льготы, дотации, субсидии, с каждым годом растет. И это не вина этих людей, это вина целой системы. Мы не можем, мы не можем сделать систему, которая покажет... Хорошо, вы знаете общую сумму, как денег, которые потребуются для того, чтобы... На сегодняшний день это 70 миллиардов, которую сумму вычисляли. Слушайте, есть закон. Я не понимаю, почему у нас идет дискуссия. Виня Алексеевич, проблема возникла не сегодня, в том числе Саланцева. Не учитывается, у нас колоссальные суммы денег пропадают. У нас есть льготы, субсидии по 5-3 гривни, на которые люди потратят 100 гривен, чтобы получить все документы. Но они куда-то теряются, в дыре какой-то, огромной, черной дыре. Мы не можем посчитать, кто имеет право. Но прежде всего, страна обязана выполнять решение судов. И вот когда господин Андреев сказал, что мы, там, люди были против какой-то резолюции 63-го, вот все время наше правительство говорит о немешательстве в решение судов. Это было актом, который, ну, просто на голову не налазит. Было принято решение, резолюция кабинета министров провести судам второй инстанции, то есть верхней. Хорошо, а что делать правительство, если сразу всех этих денег нет? Не принимать иски. Подождите, есть законы. Законы надо выполнять, и решение судовое. Пожалуйста. Есть законы, и зачем доводить людей до того, что они сначала идут в суд и требуют от суда выполнения этого закона, а потом этим людям, решением постановления, постановлением кабинета министров отказывают даже в выполнении решения суда. Это нонсенс. У нас, когда Тимошенко осудили, она сидит в тюрьме. А когда у нас чернобыльцы и афганцы лишают льготы... Нам не хватает денег. Можно я закончу, Кирилл? Я прошу одно маленькое слово. Я закончу, и вы скажете. Я женщина, все-таки одна среди вашего стола. Извините. Ну и все-таки женщина. Продолжайте. Спасибо. И поэтому либо в стране будет выполняться закон, либо и дальше власть будет не только такие протесты получать, а это цветочки, я считаю, ягодки будут перейти. А для выполнения законов нужны конкретные деньги, которых нет казни. И когда льготы сначала заберут у политиков, у депутатов и у членов Кабмина, а после этого заберут у афганцев и чернобыльцев, а у нас все наоборот получается. Когда миллиарды долларов, миллиарды евро социальных обязательств просто практически обрушили греческую экономику. Когда парламент принимает решение об отмене задолженности частных облгазов на 26 миллиардов, это мы можем сделать. А выплатить то, что мы должны людям, которые защищали страну, на это денег не находится. Так давайте быть честным. В 2008 и в 2009 годах у нас были заблокированы исполнительными службами судовыми целый ряд казначейских счетов, пенсионных фондов и управления социальной защитой в областях. И прекратили выплачивать мизерные пособия, 160 гривен. Вы хотите сказать, что это было при прежнем правительстве? При прежнем, совершенно верно. И поэтому то, что сейчас не допустили такого, чтобы прекратить выплачивать сиротам по 400 гривен, тем участникам, которые получают минимальную пенсию на уровне 860 гривен, где тут больше справедливости? Поэтому Союз Чернобыль-Украины принципиально стоит на такой позиции, ни в коем случае не допустить удовлетворение вот этих судебных исков за счет невыплат социальных компенсаций и пенсии Чернобыльца. Я прошу прощения, мне бы хотелось, чтобы прозвучало еще одно мнение. Так отдайте, отдайте. Еще одно мнение, пожалуйста, я хотел бы представить в нашей сегодняшней программе. Тему социальных протестов в своей колонке освещает известный журналист Михаил Дубинянский. Послушаем его мнение. Призрак бродит по Украине. Призрак протеста. Как и в ноябре 2004-го, он возмущен действиями власти. Но с годами все мы взрослеем, и украинский протест не стал исключением. Семь лет назад он был романтичным тинейджером. Папа Кучма пытался задобрить его карманными деньгами, а он вал против системы, мечтал о новой Украине и весело тусил на Майданах. С тех пор наш герой заметно изменился. Побитый жизнью протест заматерел, огрубел, зарос колючей щетиной. Вместе с беззаботной юностью исчезли модные революционные фенечки. Заброшен любимый плеер с песнями Вакарчука и Русланы. Украинский протест разучился улыбаться и научился ломать заборы. Большие дяди доходчиво объяснили ему, что высоких идеалов нет, а есть только бабки. Сегодняшний протест уже не размахивает оранжевым флагом и не скандирует фамилии оппозиционных лидеров. Возможно, кого-то во власти это радует, хотя радоваться нечему. Прежний протест, выступавший под идейными знаменами, можно было увезти с улицы, усадить за стол переговоров, позвать в посредники какого-нибудь Квасневского, поговорить о третьем туре, о политреформе, о гарантиях безопасности. Нынешний хмурый протест не успокоишь никакими третьими турами. Ему нужны осязаемые деньги. И если денег не будет, договориться с ним не сможет никто. Вот такое мнение. Да, пожалуйста, вы хотите подхватить тему или сказать о чем-то другом? Я хотел бы сказать о том, что мы почему-то говорим о законах, называем номера законов, называем, когда кто с кем подписал какие-то меморандумы и так далее. На самом деле это все вторично. Первично следующее. Государство отказывается выполнять те законы, которые оно принимает. Ведь парадокс заключается в том, что кабинет министров на сегодняшний день присвоил себе функции и законодательного органа, и судебного органа. То есть он просто дает распоряжение судам не принимать иски, он дает распоряжение не выполнять законы. И в этом лежит основная проблема. Мы сегодня находимся перед такой риторикой со стороны власти, что кто-то должен исполнять ситуацию. Вы задаете вопрос, где взять деньги на эти выплаты. Но давайте мы вспомним, когда принимались эти законы. Они принимались в 92-м, 93-м, 94-м году. Это был некий социальный договор между обществом и властью. Люди шли во власть, принимали популистские законы и при этом проводили массовую приватизацию. Которая тоже сегодня можно сказать, что она не была популистская как раз. Она была конкретной и реальной. За копейки было продано все государственное имущество под чем? О том, что люди получили социальное государство. Они получили гарантии, они получили пенсии, они получили выплаты, компенсации. И под это все дело проводилась приватизация. Сегодня говорят, эти законы были популистские. Тогда же где этот эффективный собственник этих предприятий? Почему они платят эти налоги, которые должны были обеспечить эти социальные выплаты? То есть мы, мне кажется, говоря об афганцах, чернобыльцах, говоря о других категориях, немножечко нас спускают на эту дискуссию. Все намного сложнее. Государство становится банкротом, оно не выполняет эти решения. В любой западной стране, если скажет премьер-министр, мы не можем выполнять законы, сделать выплаты, это дефолт. Но я хотел бы сказать даже не об экономическом дефолте. Это моральный дефолт, это нравственный дефолт, это политический дефолт, это практически приговор власти. Можно вас спросить, вот в вашей, простите, недавней колонке на «Украинской правде» вы написали буквально, я цитирую, «Пора окатить водой из бронзбойта наших двуногих избранников, отгородившихся клеткой от своего народа». Это звучит решительно, но у многих возникает вопрос, а почему причиной социальных бед вы считаете Верховную Раду? Я, спасибо за цитату с «Украинской правды», дело в том, что там были аллегории, связанные с обезьянами, с депутатами и так далее, я не буду сейчас цитировать свою статью, я не вижу корень зла в Верховной Раде, я вижу корень зла в системе в целом, но в этой системе... Насколько я понял, вы считаете своей первоочередной задачей добиться распуска парламента и новых выборов? Да нет, ну нету такой задачи. И речь идет на сегодняшний день о том, что хотим мы этого или не хотим, есть легитимный орган и есть нелегитимный орган. И по моему мнению, я думаю, что с этим согласятся все, кто нас сейчас слушает, на сегодняшний день Верховная Рада не является легитимным органом ни по закону, ни по каким-то моральным, каким-то другим критериям. А почему же она не является нелегитимной, простите? Ну, вы знаете, у нас можно сейчас собрать Конституционный суд, он примет еще какое-нибудь решение, которое напишут на банковой, найдутся юристы заслуженные, которые обоснуют, почему именно так. Нас могут завтра, допустим, сказать... Нет, это вы говорите, что нелегитимная Верховная Рада. Давайте мы разберемся тогда в таком простом термине. Что такое Верховная Рада? Верховная Рада – это представительский орган, он представляет интересы народа. Кого сегодняшняя Верховная Рада? Какого народа? Нет, я понимаю, что того народа, у которого покрашение уже наступило. Если того народа, тогда действительно они представляют интересы. Вообще, наверное, представляют интересы того народа, который за этих депутатов Верховную Раду голосовал на выборы. Вот давайте мы сейчас посмотрим такую вещь. Стоят люди в Донецке на улице, да, и говорят, спасибо, нас кто-то завел погреться в актовый зал. Что должен сделать власть, губернатор? Понимай, я еще раз говорю, вот господин Андреев... Что должен делать человек, который... Нет, смотрите, вот господин Андреев очень правильно сказал, он говорит... Представляет, кстати, ту самую нелегитимную Раду. Нет, смотрите, вот господин Андреев сказал очень правильное вещь, мы это прослушали, а я перед этим сказал, спровоцировано властью, организовывается партия регионов, протесты в регионах. Вдумайтесь, о чем мы только что сказали. Теперь смотрите, что происходит в Донецке. Что должен сделать губернатор, председатель фонда? Он должен этих людей в мороз убрать с улицы, открыть им актовый зал, запустить в этот актовый зал, вести с ним разъяснительную работу, приглашать туда премьер-министр, говорит, я не поеду, пускай ОМОН решает эти вопросы или кто-то другой. Такой премьер-министр не нужен стране, если он не хочет общаться с людьми. Если мы людей заставляем морозиться на улице, стоять для того, чтобы они голодали, я знаю, что такое голодовка. Я хотел бы призвать этих людей, которые там стоят, не делать этого, не делать. Но это отношение власти к своему народу. То есть смотрите, давайте возьмем, спровоцировано невыполнение законов, организованно выводят людей, то есть опять-таки провоцируют, ставят на улицу. И я смогу сказать, чем это закончится. Закончится тем, что деньги найдут, обязательно найдут. У нас будет добрый дядя, который скажет, вот мы изыскали резервы. Но под это дело скажут, видите, мы изыскали резервы, а теперь давайте что-нибудь примем. И что придумали на банковые принимать, мы сегодня не можем сказать. Это может быть земельная реформа, это может быть таможенный союз, это может быть что угодно. Но сегодня протесты контролируются, провоцируются властью. Хорошо, вот к вам вопрос, к вам и к господину Рябенко. 6 ноября организация «Спильно справа» распространяла информацию о том, что ряд общественных организаций, включая никто кроме нас, объединились в Народную Раду, так называемую организацию, которая разглашает своей целью смену власти в стране. Координатором этой организации является один из лидеров Налогового Майдана господин Данилюк. Но уже на следующий день афганцы открестились от участия в этой самой Народной Раде. Заявление об участии Организации ветеранов Афганистана «Никто кроме нас» в создании Народной Рады является вымыслом, сказал зампредорганизации Владимир Сердюк. Как на самом деле обстоит дело? Я бы хотел процитовать Тарасу Григоровича Шевченко, что кругом неправда и неволя. Народ замучен и мовчить. Что происходит в этом случае, что вы сказали? Мы не отхрещивались от Народной Рады. Мы отхрещивались от того, каким образом было подано информацию о президенте. Недоверие президента было проголошено на этих сборах. Но ни из членов, никто кроме нас, за это не голосовал. Повернусь трешечки назад. Начинающий работу в регионе «Никто кроме нас» еще три года назад. То есть получается, что вы туда вступили и потом произошел раскол? Нет, мы не выходили. И расколы никакого не было. Ну вот вы знаете, извините, что я вас перебиваю. Но вот рядовой афганист, военный журналист Михаил Будилов пишет в газете «Сегодня». Что вызывает такой восторг? Много наших ребят, это цитата, не могут определиться, с кем им быть. Редакция поясняет, никто кроме нас или Украинским союзом ветеранов Афганистана. Это вредно для афганского движения. Все видят, что мы не можем разобраться внутри себя. И таким образом складывается негативное впечатление обо всех нас. У нас не было расколу, и 20 вересня мы вышли разом защищать свои права и интересы. Разом с нами вышли чернобильцы, чтобы отстоять выполнение закону. Потому что каждый чиновник должен действовать соответственно стать 19 Конституции. Если он не выполняет, а беру, звертаю внимание, что Верховная Рада не выполняет, как народные депутаты, принявши законопроект 91-27, то в этом случае можно констатировать факт словами Конституционного суду, что что у нас есть узурпация влади. Таким чином, избавляя права каждого гражданина передбачена законом на гарантованные пенсии, заработные платы, на гарантованные компенсации, Верховная Рада хотела поставить их с протягнутою рукой, чтобы каждый афганец, чорнобильец ищет с протягнутою рукой и просит. Это так в 91-27 законопроекте было зазначено. Если вернуться назад в историю... Подожди, у нас, к сожалению, сейчас просто не останется времени вернуться назад в историю. Я хотел бы давно просить что-то сказать генерал Чорнобильский. Ну, я хотел бы немножко, так сказать, вернуться еще в более далекую историю. Так я... мы не можем не вернуться в историю. Значит, в свое время Конфуций выдал такую притчу. Ничего себе, история. Еще, еще больше история. Когда учитель шел по дороге, увидел грядающую женщину. Спрашивал, женщина, почему ты плачешь? Он говорит, сегодня тигр порвал, разорвал моего сына. До этого он взорвал, так сказать, порвал моего брата, моего мужа. Поэтому я плачу. Он говорит, женщина, почему ты не уйдешь жить в другую местность? Почему они ушли? А говорит, в другом месте, говорит, злые чиновники. Так вот, получается так, что злой чиновник страшнее, как те и тигры. А исходя из того, мы знаем статистику у нас по государству. У нас на миллионы уже уменьшилось население Украины. То есть, получается, у нас страна злых чиновников. Поэтому, безусловно, безусловно, когда мы говорим о законах, о их выполнении, о наполнении финансовом, безусловно, здесь нужно иметь принципиальную позицию. И я скажу очень правильно, мы это сделали, когда отстояли. То, что сейчас есть разногласия, там, кто-то выходит, кто-то выбрал себе политический путь решения, кто-то выбрал социальный путь решения. Это все дело каждого человека. Вот, но я четко заявляю, что Украинский союз ветеранов Уганистана будет всегда стоять на тех позициях недопущения унижения как ветеранов Уганистана, так и тех людей, в обществе которых мы живем. Мы живем в обществе Украины. Скажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, выход из этой ситуации? Стоять, что называется, насмерть, подвинуться не на шаг, или все-таки ввести переговоры с властью и находить какие-то компромиссы? Вы сами настроены на что? Все-таки на диалог или на конфронтацию? Дело в том, что все равно любая война всегда заканчивается диалогом. И если ты исчерпал уже все возможности ведения разговора, тогда, безусловно, приступаешь к активным действиям. На сегодня мы еще видим реальную возможность вести диалог и добиваться это мирными путями. Если этого не получится, мы соберемся и подумаем, каким образом действовать. Но сейчас вы считаете, все-таки не исчерпаны возможности диалога? Правильно я вас понял? Правильно. Можно я добавлю 30 секунд? 30 секунд, пожалуйста. Одна фраза даже. 30 секунд, пошли. Когда-то у Солженистана есть хорошая фраза. Худшее беззаконие – это беззаконие, возведенное в ранг закона. Вот мы сейчас живем в том беззаконии, который пытается возвести в ранг закона. Все? Так вы за конфронтацию или за переговоры? Вы знаете, надо… Это очень красивая фраза, но вот я… Да, она не просто фраза. Вот Наташа сказала, надо объединяться, она поддерживает всех, кто объединяется. Сегодня мы спросили, где расколы, НКН отошло, куда-то не отошло. Никто никуда не отходил. Просто мы когда собрались, первое, что собрались на форуме общественной организации, мы ко всем общественным лидерам сказали фразу, давайте откажемся на сегодня, забудем о том, что у нас разные взгляды на жизнь, разные отношения к языку, к культуре и так далее. Мы сегодня находимся на том, что мы теряем страну. В моем глубоком убеждении революция, бунт и так далее приведет к расколу страны, мы можем ее просто потерять. Может быть, этот сценарий сегодня выгоден власти. Надо использовать любые до последнего легитимные методы. Для этого надо объединяться. Для сегодня не надо забыть о том, кто Чернобыльцев, афганец и так далее. Сегодня необходимо, чтобы это было широкое движение. Вот эти все акции чернобыльцев и афганцев, они не нападали на милицию. Там были провокации. Все-таки были провокации. Они понимали, что милиция, которая стоит перед ними, еще в более худшем положении. Потому что вот этот закон 91-27... Насколько я понимаю, в рядах бойцов милиции, бойцов ОМОНа стояли точно такие же официальные органы. И самое главное, им надо выразить благодарность. Вот день 20 сентября они не пошли. И они сделали действительно то, что они стояли. Если бы они двинули... Если ты помнишь, весь митинг 12 тысяч... И там были не ОМОН, как называют, а там был БАРС. Это дети, которые выполняют войсковые оборудования на сегодняшний день. То есть они понимали, что мы свои. Это их дети. Это их братья. Это было свое. Потому что у нас дезертирство. Пока что залишит поле боя на сегодняшний день за санкцию статьи, предпочаясь от 7 до 12 лет. А любая драка, это была провокация уже. Лучше все-таки без драки. В данном случае, да. Хорошо, господа, ради бога, извините меня, но... Державы повинны быть обмаковыми правилами для всех. Время, отведенное на эту часть нашей программы, подошло к концу. Спасибо большое участникам дискуссии. Извините, что, может быть, было немножечко сумбурно. Надеюсь, все смогли высказать самое главное, что у них наболело. А мы продолжим наш выпуск. Далее в программе. Большие гастроли. Украинские инвестиционные проекты вышли в свет. Их презентовали в Европе и в США, на очереди Азия и Южная Америка. Чем Украина пытается взять крупнейших иностранных инвесторов? И готовы ли они поверить в украинскую экономику? Об этом разговор с главой госагентства по инвестициям и национальным проектам Владиславом Каськиным. Голос Америки. Бывший заместитель прокурора США по округу Северная Калифорния Марта Бёрдж, посадившая за решетку Павла Лазаренко, расскажет, как и почему в ходе американского следствия всплыло имя Юлия Тимошенко. В каком статусе фигурировала в этом деле бывшая руководительница ЕСУ? Были ли у американской эфемиды претензии к Юлии Тимошенко? И если да, то почему все-таки их не стали рассматривать на том судебном процессе? Мы продолжаем очередной выпуск программы «Большая политика». Мы работаем в прямом эфире телеканала «Интер». Как и было обещано, сегодня в нашей программе принимает участие Владислав Каськив, председатель государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Владислав Владимирович сейчас активно ведет так называемые «роуд-шоу», то есть ездит по всему миру и представляет эти самые национальные проекты. И как уже было коротко сказано в самом начале нашей передачи, позади Америка, Европа, впереди Юго-Восточная Азия. И близкий схит. И близкий... Ближний Восток. И Ближний Восток. Так вот, вы были у нас в июне, и вот теперь пришли сейчас. Тогда было в этой студии вами многое сказано, в том числе на вопросы журналистов. Кстати, у нас мои коллеги присутствуют те же самые, которые были тогда на той программе. Для начала одну цитату из вашего тогдашнего выступления. Пожалуйста. И от того, чи будет успех в нашей цей экспериментальной модели, нетепловой, чи нет, зависит от того, чи она потом поширится на всю систему виконавчей влады, чи наступайте реакции. Сказали в июне. А вот с точки зрения обнародованного правительством отчета о выполнении национального плана действий на 2011 год по внедрению экономических реформ, вы в последней двойке сразу затегибко. Сергей Леонидович вообще свои реформы на 0% выполнил, а вы на 23,3%. Я уж не знаю, какая методика была подсчетов, но вы же сами говорили, отставать нельзя. А вот Николай Янович Азаров вообще на заседании правительства говорил, что из 30 мероприятий госагентства выполнило только 7. Это так? Это очень симптоматичный, до речи, способ подрахунков. У нас, доброю ночью, все. У нас всегда раховали так. Успехи кількістю проведенных зустричей, кількістю зіпсованого паперу, кількістю там, не знаю, еще чего-то, но никогда не раховали буквальными результатами. У нас же ж очень проста калькуляция. Наши результати обраховываются объемом заучених инвестиций, поскольку я представляю Державное агентство з инвестицией в управлении национальными проектами. А что стосуется проектів, я же вам зараз доповім, власне кажучи, я для цього и пришел. Дякую очень на ваше запрошение. Скільки у нас 4-5 месяцев прошло, как раз нормальный час, чтобы прозвитувати, мне здається. Ну вот простите, вот по поводу инвестиций, вы сами об этом заговорили. Вы тогда на прошлом эфире говорили, что к концу года привлечете 7,5 миллиардов долларов инвестиций, так? Абсолютно точно. Ну, на недавнем Кабмине вроде шла речь только о 500 миллионах привлеченных. Нет, это все неправильная цифровая козаистика. А что тогда имел в виду премьер Азаров, когда говорил, что вот из 500 миллионов 400 китайские инвестиции, о которых президент договорился еще год назад, а остальные 100 миллионов, не знаю куда и что это, цитата. А что такое 100 миллионов для работы агентства? Вот какая-то такая, мне кажется, чуточку пренебрежительная интонация. Или он просто ревнует, Николай Иванович? Ну, мне оценки тяжело давать. Ну, до речи, мы на наступный день зустрелись, я поинформовал премьера про результаты нашей работы, сподіваюсь, он задоволен. А если дать это до цифр, чтобы уже з'ясовывать эту сторону, значит, что у нас в цифрах виходит? С 6-го квитня было заседание в таком формате, за подголованием президента, где, фактически, мы озвучили оценку, что до конца этого года абсолютно реалистично, есть цифра в 7,5 миллиардов долларов, при тих позициях, которые Украина занимает на рынке, и при той конъюнктуре экономической, которая есть. Я думаю, что мы до конца этого года отримаем эту цифру, это прогнозный показник, потому что, по данным нацбанку, в Украину залучено 5,3 миллиарда, 7,5 миллиарда. Я не просто не хочу загально в цифрах даваться, но последний квартал, как правило, даёт очень большой объем, поэтому я считаю, что все, что мы обещаем, мы выполним. И так и в этом случае, хотя не справедливо будет сказать, потому что это не объем залученных денег это объем инвестиций, которые в Украину мают прийти, а агентство, результаты работы, это действительно близко 500 миллионов долларов. И я считаю, что этот показник, я считаю, что так он и есть, это больше, чем кто-то делал за 20 лет независимости вместе с подобными агентствами, потому что их функция была тратить бюджетные деньги и не залучать инвестиции. Ну, напевно, оценку давать не мне, попередникам, скажем так, а в нас всё, зрозуміло, а самое главное, не публічно, потому что каждый этап нашей деятельности, который бы ни был, или связанный с конкретными проектами, или с проездшоу, они очень публичные, открытые, и того, напевно, и есть разные комментарии, потому что нет комментариев там, где нет понимающей логики и позиции. Ну, вот, пожалуйста, ещё одна цитата из того вашего выступления в студии большой политики пять месяцев назад. Ну, я вас, возможно, шокую, но до сегодняшнего дня я не имел возможности тратить бюджетные деньги. И то, что мы сделали за кордоном, мы использовали або использую инфраструктуру наших министерств, теми, або, что особенно ценно, это поездки в рамках государственных бюджетов президента. Весь цей эксперимент, я, сподіваю, с багатьом даёт надею, будет коштувати бюджету не більше, ніж 0,15% від загальной суммы, яка тратится. Ну, хорошо. Вот это было пять месяцев назад, но сейчас-то проведение роуд-шоу, как я понимаю, требует средств и немалых. Ну, вот, например, мы всё время крутим презентационные ролики на всех мониторах в нашей программе. Просто интересно, сколько стоило производство этих роликов? Я не хочу, не отвечаю корпоративной этике, скажем так, коментовать деятельность в своей системе виконавчої влады, до которой я також належу. Ну, а в принципе, это всё, что вы видите, в том числе, и роуд-шоу фактически кредитует бизнес, с рассмотрением, что они, конечно, будут покрыты с государственного бюджета в стане на сегодняшний момент. Сколько стоит проведение роуд-шоу? У меня есть цифры, которые у меня встретились, что презентация нацпроектов в 16-мировых мегаполисах обойдётся в 47 миллионов гривен. Соответственно, это что? Вот видите, сколько мифов в информационном пространстве. Цифра очень проста. Бюджетом передбачено 12 миллионов 800 тысяч гривен. Это примерно в 5 раз меньше, чем любая страна, даже балканская, которая тратит на этот ролл-шоу. Я это, в принципе, хочу подкреслите. А из них мы, реально, я думаю, витратимем десь ориентированно 9 миллионов, экономивши не меньше 3 миллионов для бюджета. Взагалі, если я такожа говорить, даже те тендеры, которые происходят в системе национальных проектов, а мы обещали, что они будут максимально прозори, они уже сьогодні в 3 рази окупили нашу діяльность, яку здійснюю агентство. Тобто, я думаю, что мы по высокому рахунку закладываем досить таки какие-то новые орентиры, новые принципы в системе виконавчої влади. А судить, знаете, я думаю, что мне коментовать нашу діяльность не зручно. Это лучше зацитовать, возможно, даже с этих роудшоу, в которых мы проводим. Потому что у нас за весь этот период мы как раз половину перейшли, 9 мест. Остальний был Локвейт. То я могу сказать, что никогда такого не было, чтобы конкретное заседание, конкретная презентация не закончилась какими-то результатами. У нас вот я... Ну, например, приведите, пожалуйста, хотя бы один пример какого-нибудь одного мегаполюса. Ну, відвідуваність у нас. У нас больше 570 першокласных компаній были уже протягом цих роудшоу. У нас больше 3,5 тысяч публикаций проведенных світовых медиа. Вы же понимаете, яка вартість цього продукта и что конвертувати в кошти. У нас уже по семи проектах за результатами йдуть роудшоу. Я вам скажу, переговори по семи проектах. Я вам скажу, навіть, якби один з них закінчився конкретным результатом, навіть, але закінчиться більше, то ми би вже в десятикратно, там, умовно кажучи, би покрили всі наші видатки і зусилля. Ну, і в нас звернень вже 54 звернення за результатами від цих компаній по відношенню до проекта. Мі здається, це очевидні цифри. Але, напевно, краще, знову ж таки, говорити про першокласник, ну, тобто, людей, які є авторитетами в світі бізнесу і з учасниками цього всього процесу. Ну, от я вам, наприклад, скажу, що українські проекти національні, наприклад, в Лондоні відбувалася презентація в офісі ІБРР, де особисто відкривав президент ІБРР там Томас Міров. Конгресмен Грім в Нью-Йорку, який представляв українські проекти разом з нами, взагалі відзначив, що Україна входить до п'ятірки найбільш перспективних країн. Що стосується самих проєктів, я вам скажу, що Кортні Лав, наприклад, координатор програм Світового банку по цілому регіону європейському, відзначила, що потужний інвестиційний потенціал є загальновизнаним, а Роудшоу наші. Перелік національних проєктів для презентації є дуже ефективно відібраним, оскільки представляє водночас і соціальний компонент, і гео-стратегічні прагнення України. І демонструє таке бажання влади. Владислав Владимирович, із один з національних проєктів, який йде найбільш успішно? І чому? Критерій успіху тут відносний. Я скажу так, що, звичайно, в нас вже є один підписаний проєкт, про який згадувалося, це «Повітряний експрес», який вже де-факто розпочинається будівництво в цьому році. Тобто, ми ще після підписаних контрактів оптимізували деякі параметри, скоротили його вартість ще на 40 мільйонів, що, я думаю, теж великий результат. Ніхто за це раніше не боровся. Це будівництво швидкісного сполучення між центром Києва і аеропортом Бориспіль. Звичайно, особлива увага, першочергова, визначена президентом, це енергетична незалежність України. Тому що енергетична незалежність – це прямий знак дорівнює політичні незалежності. Йде мова про будівництво терміналу по зрідженому газу. Тут в нас дуже серйозні успіхи, в які ще кілька місяців тому ніхто навіть не вірив. Ну, наприклад, я можу сказати, що дуже важко було нам добитися можливості переговорів з Туреччиною і початку консультації з приводу проходу танкірів зрідженим газом через Басмур. Ми через кілька днів їдемо з презентацією національних проєктів в Істамбул і отримали буквально вчора лист від прем'єр-міністра Туреччини про початок консультації з цього приводу. А от є скептики, які кажуть, що взагалі цей проєкт насправді потрібен тільки з однією цілею, щоб усілить позицію в переговорах з Росією по газу і виторгувати. Так це і є наша відповідь скептикам. Це і є наша відповідь скептикам, тому що тепер вже всі бачать, що цей проєкт набирає реальних рис. Більше того, декілька днів тому в Римі український проєкт, за рахунок того, що Україна здійснює цей проєкт, був прийнятий до міжнародного клубу ЛНЖ і таким чином він вже набув міжнародного статусу, міжнародного розуміння. Я зустрічався з менеджерами практично всіх енергетичних провідних компаній світу і розумію, а ми його виконаємо в максимально стислі терміни, навіть швидше, ніж це заплановано. Далі в нас є теж успіхи, тому що парафована буквально недавна угода з Азербайджаном про постачання газу вже з 2014 року 5 мільярдів кубометрів. Ми очікуємо підписання. Тобто, якщо турки вдруг закроють проливи, то і буде альтернативний Нам вже треба вчитися на власних помилках. Пам'ятаєте, скільки намучилися Україна з проєктом Одеса-броди? Коли працював цей нафтопровід в аверсному режимі, і ми, фактично, будуючи цей проєкт для того, щоб стати незалежними від Росії, потім загрузили його російською нафтою. І лише, до речі, в цьому році, після перемоги президента, він вперше за весь період запрацював в тому режимі, заради чого його будували. Тому тут аналогічна історія. Нам треба диверсифікувати ці ризики, мати різні можливості постачання. Ну і вибачте, що таке 10 мільярдів кубометрів газу? Це найважливіший проєкт за весь період незалежності. Він фактично перетворює політичну ціну на газ, про яку всі говорять, про які політики б'ються постійно, на всіх виборах це питання головне. Ми перетворюємо політичну ціну на ринку, вона економічна. І Україна просто стає повноцінною європейською державою, збалансованим внутрішнім ринком. Більше того, вона стає хабом таким, через який буде Європа живитися енергетичним ресурсом з України. Пожалуйста, господа журналісти, колеги, Каськів ваш. Пожалуйста, Вадим Днісенко, главний редактор газети і інтернет-ресурсу «Комментарії». Пане Володиславе, ну, ви от зараз сказали просто, ну, це одна обмовка, це прямо цитата по Фрейду. Коли ви говорили про переговори з Туреччиною, ви сказали, що ми добились великих успіхів, домовились про початок переговорів, я дослівно цитую вас. Ну, все справді, великі успіхи домовитись про початок переговорів. Але, хотілося б запитати у вас дещо про інше. Ви сказали тільки що про те, що уже приїхано 9 міст і із 11 проєктів людей зацікавило тільки 7. Тобто, власне, коротше, ну, ви так сказали тільки, що… Ні, ні, ні. Я сказав, що по 7 у нас почались переговори. А 54 заявки, тому що кожен проєкт має свій алгоритм. Тобто, ви його презентуєте, от, допустимо, так зараз. Ми розказуємо основні економічні параметри, переваги цього проєкту і таке інше. Ви сидите, як інвестор, допустимо, в залі. Ви це слухаєте. І перший крок який? Ваш формалізований лист зацікавлення. Після цього і тривають переговори. До речі, це тривалий процес, ми його максимально оптимізуємо. Після цього це закінчується конкретним контрактом. Це логіка, яка, ну, є загально вживаною. Я думаю, це очевидно. Так я вам кажу, що по 7 ми вже почали переговори. В проєктах 54 заявки отримали. А це ще тільки пройшло декілька днів з початку першого туру. Так що я думаю, що це буде цифра підсумкова набагато більша. А що стосується обмовки, то повірте... Ну, зрештою, це... Повірте... Це дуже важливо, я прокоментую. Добитися цих консультацій було надзвичайно важко. Тому що ми говорили з багатьма експортерами, там з Катаром, допустім, іншими і іншими. Всі казали, що основна проблема не в тому, щоб в Україні поставити газ, а пройти Босфорські протоки. Ви знаєте, що це єдиний вхід в Чорне море, ну, якщо не рахувати там можливість побережжя. І сам факт цих консультацій вже означає, що це, в принципі, можливо. І ми їх починаємо через декілька днів. Повірте, це дуже не важко було. Це не вдалося болгарам. Це не вдалося поки що нікому з інших причорноморських країн, які були. А ми сподіваємося, що ми це досягнемо якраз за рахунок моделі самої організації проєкту. Бо ми запрошуємо інвесторів... А чим краще болгари казались? А ми запропонували іншу модель. Ну, давайте будемо судити вже по фінішу цих, по фіналу переговорів. Але я думаю, чим була українська позиція виграшна. По-перше, тому що ми це купляємо на внутрішній ринок. А по-друге, ми готові запросити всіх учасників цього процесу в консорціум приватний. Це буде не державний проєкт, будований не за бюджетні кошти, не за рахунок там пенсіонерів чи вчителів. А приватний консорціум, і ми раді вітати турецьку сторону також цьому консорціуму, який всіх задовільняє. Тому, повірте ж, це було непросто. Але насправді запитання у мене було дещо про інше. Нещодавно відбулася презентація українських проєктів в Лондоні. І там відбувся, ну, з моєї точки зору, достатньо дивний момент. Ви виступили перед іноземними інвесторами, справді це було достатньо серйозне зібрання. Потім ви деякий час побули в залі і після цього здивували абсолютно всіх інвесторів тим, що ви під час, по суті, презентації, коли ваші підлеглі презентували далі проєкти, ви вийшли із залу і, як потім стало нам відомо, ви поїхали в місто Київ, тому що ви вирішили, що набагато важливіше бути присутнім на засіданні Раді регіонів при президентові України, аніж презентувати Україну і заробляти тут 7-8 мільярдів для України. Тобто, скажіть, будь ласка, в чому насправді найбільший пріоритет? Побути на засіданні при президентові України чи все ж таки поговорити з інвесторами, щоб вони дали гроші? Володимир, ну хіба справедливо виставляти між такими речами пріоритет? Я вам скажу, що на наступний день відбулося засідання Комітету економічних реформ, власне кажучи, заради чого я туди і поїхав, тому що мій обов'язок, це є основний орган, який розробляє ці проєкти, мій обов'язок був доповісти про проєкти, які ще доповнюють цей перелік. Ми ввели новий пріоритет – аграрний блок, і я думаю, що для всіх, хто зараз працює на селі, це надзвичайно важливо, бо там три проєкти. Перший пов'язаний з будівництвом оптових сільськогосподарських ринків, другий пов'язаний з розвитком тваринництва, а в нас же фактично це умерла індустрія, і третій з розвитком зерна. Якби цього не відбулося, ми би не отримали цих проєктів. Далі. А якщо президент не зрозумів би, ви це презентували через тиждень на засіданні Кабміну, наприклад? В даному випадку, це не повага до інвесторів, і це будь-яка людина, яка займається подібними речами, це може вам підтвердити. Немає такого ефекту. Це 100%. Тому що, по-перше, ми зі всіма інвесторами, які знаходилися в залі, персональну комунікацію маємо, я особисто зі всіма спілкувався. Більше того, повірте, в нас команда не чиновницького типу, я начальник, ти дурак. Високоефективна команда. Тому ніякого повірти дискомфорту це не викликало. Більше того, як ви помітили, напевно, ніякого коментаря навіть публічно з цього приводу ніде не було. Ніхто не робить публічні коментарі з цих приводів. Люди роблять для себе висновки на публічні коментарі в цих випадках. Ну так висновки в чому? В результатах, правильно? А я вам доповідаю якраз про результат, Вадим. Це абсолютно надумана історія. Ну і я ж не винен, що в нас такий кадровий серйозний дефіцит. Я вам скажу, в мене зараз 75. От вдумайтеся в цей шокуючий факт. У мене зараз 75 позицій для менеджерів високого і середнього рівня в агентстві і в проектах безпосередньо. Я половину цього стафу набрав, ну кількості цих людей. Вони працюють день і ніч. Раніше 12 взагалі ніхто не йде зараз. І взагалі один з найбагатьох випадків, де в країні щось відбувається. А на залишкову кількість мені дуже... А де в країні щось не відбувається, тоді скажіть нам, будь ласка. А на другу кількість, розумієте, дуже важко набрати кваліфікованих спеціалістів. У нас всі люди, особливо молоді, які отримали відповідну освіту, відповідні знання, через декілька місяців вже покидають Україну. От чому трагедія. Ми ще з цим не усвідомлюємо глибину цієї проблеми, але вона вже є. Немає кваліфікованих менеджерів, керівників, які можуть управляти новими підходами. А ви ж розумієте, що у нас проектний підхід. У нас не як в іншому міністерстві, що ти там копаєш от забора до обіда, як ти кажуть. У нас є критерії результат. Ми зробили проект чи не зробили? От ми відстаємо від графіку на два місяці, зразу тут же у студії питання. Запитайтеся де-небудь в іншій історії. В день, кожен день, 200 закупівель державних в середньому країні відбувається. Ви десь чуєте, що в пресі, крім наших, десь обговорили? Чому? Бо ми приходимо і їх показуємо. В когось питання є, в когось критика. Хтось каже правильно, хтось каже неправильно. Але ж вони публічні. От в чому. Тепер виникне питання по відношенню до інших. Чому в інших немає таких самих стандартів? Тобто це навіть певна місія, розумієте, вона вичерпується не лише самим предметом проєктів, а ще й стилем діяльності і так далі. Ваше позитие, Владиславович, извините, у нас все-таки не так много времени. Пожалуйста, Ольга Мусафирова, ваш вопрос. Владислав, скажите, пожалуйста, насколько хорошо вам знакомо понятие «откат»? Це ще не вопрос, це предісторія. Я знаю, що це. Ви знаєте, що це. Іностранні інвестори, які вже працюють в Україні, говорять о тому, що так називаємий корупційний налог у нас составляє от 40 до 60%. Я думаю, що так і є. Тому я б хотіла все-таки вяснить, продовжити ту тему, яку начал господин Киселев, о стоимости роликов і бордів, які будуть показані, вже показуються на телеканалах Великобританиї, Франції, Германії. Презентувати імідж України можна як угодно. Западні бізнесмени, звичайно, люди наївні, але не повністю ідиоти. Тут є посольства, і вони в любой момент можуть у них уточніть про реальні ситуацію вещей. Преса писала о недостаточній прозрачності тендера, в результаті которого победителем оказалась іменно та компанія, яка оказалась, яка зготавливала ролики. Все-таки, можливо, невзирає на корпоративну етику, ви назовете її стоимості, цей компанії, є ще і прозрачності деятельності агентства. І второй момент, Влад, я не закінчила, простите. У мене абсолютне доверие к публікації, яка була в «Зеркале недели» по поводу старта роуд-шоу, которое состоялось в Лондоне. Кроме всього прочого, там был перечислен состав делегации, а именно руководитель, его заміститель, руководители проектов, 11 человек, фотограф, пресс-служба, переводчики, обслуга. Я допускаю, что люди жили по минимальной цене в гостиницах и передвигались как пилигримы из одного города в другой. Но все-таки суммарную стоимость этого тура я бы тоже хотела узнать. Спасибо. У нас часто за рахунок таких загальних оцінок стараются люди народити сенсацію там, где ее нема. Я вам перше, что чітко и однозначно скажу. Кожну копеечку витрат вперше за всю историю незалежной Украины 20 роков вы отримаете в публичном звитке по кинцу року. Это однозначно. А что сейчас мешает сказать? Давайте, дозвольте, я вам відповім на все ваши питания. Ведущая, я с удовольствием продолжу. Это первая позиция. Потому что сказать нема никаких проблем. Вы сейчас на сайте, в реальном участке, сейчас можете это посмотреть. Просто я не хочу помилиться при цифрах тут, но это абсолютно публичная информация. Больше того, мы на публичной презентации перед началом роудшоу запрошили и вас в том числе, до речи. Показали, все цифры рассказывали. Дальше. Роудшоу у нас запланована одна цифра. Я вам точно скажу, что мы больше 20% от плановой суммы с экономом. Каждая тендерная закупивля, которую проводит агентство, вона в 3-4-5 раз по факту дешевше, ніж плановая закупка. Назовите мне хоть один орган, где это еще происходит. Далее вам скажу. Что касается самой вартости этих роудшоу. Поверьте, если вы принесете и скажете, что страна Х будь-яка, даже такая маленькая, маленькая, сделала это хотя бы вдвече дороже, чем мы, я сниму копию. Я не знаю стоимости сколько у вас. Не можем спорить, когда неизвестные исходники. А даете коментарии. А я вам скажу, что вся информация, будь-яка, доступна. И я вас абсолютно открыто в этом эфире запевняю, что вы не знадёте жодной страны. Жодной, я подкреслю. Ну Влад, гораздо легче назвать сейчас стоимость роликов и стоимость тура, чем привлекательство. Ну вы назвали уже, простите, цифры сегодня, 12 миллионов, 800 тысяч гривен. Ну что касается, я просто идучи на этот эфир, я навмисно поделился цифру для того, чтобы вам озвучить, потому что будет вопрос по вартости этого. А что касается роликов, ну просто я не могу каждую цифру запамятать. Ну я вам скажу, что вам заважает, выйдевши из этого эфира, просто звернуться до открытых жерел. Это же публичная информация, яку мы... Ничего не мешает, я надеялась, что вы мне это скажете. Я так и поступлю, спасибо. Пожалуй, последний вопрос у нас совсем мало времени. Сергей Высоцкий, пожалуйста. Я думаю, что это не совсем справедливо с вашего боку, вы понимаете, что, на жаль, все закупивления, которые проводят наши агентства, их десятки, что я по всех памятаю цифры, вы понимаете, что, напевно, что я буквально все вам тут назвать не могу, просто так акцентуете увагу. Но это не справедливо, потому что это открыта информация, и я вас закликаю особисто подивиться, а если будут вопросы, позвоните мне зранку и я вам прокоментую. И я надеюсь, что у вас нет никакого нарекания на то, что мы когда-то кому-то не ответили на любые вопросы, несмотря на наявность закону про доступ к публичной информации. Понятно. Добрый вечер, Владислав. Наверное, вы общаетесь не только с иностранными бизнесменами, но и с нашими, общаюсь и я с ними. И вот сейчас такая как бы дойдет тенденция. Я встречаюсь с какими-то людьми, они мне рассказывают каждую неделю, по крайней мере, о двух-трех предприятиях, заводах, фабриках или компаниях, которые просто буквально отбирают. Отбирают какие-то люди, которые с голодными глазами из середины 90-х, которые стадами дикими ходят по Украине и смотрят, у кого там что плохо лежит. Вот мне очень интересно, а вот когда вы встречаетесь с иностранными инвесторами и рассказываете о том, как замечательно и классно вкладывать деньги в Украину, вас не спрашивают ничего о том, что у вас там бизнес отбирают, у вас там налоговая ситуация ухудшается, у вас идут какие-то странные там поведения налоговой инспекции. Ведь практически все вот эти вот ваши проекты, они, ну это капля в море от того, что можно было бы сделать со страной, если бы нормальный административный какой-то применить механизм институциональный. Угу. Дякую за питание. Проблема есть. Факт. Теперь скажу, как мы ее вырешиваем. За доручением... А вопрос задают такие? Задают. За доручением президента, это, правда, мало статся в конце года, но мы это делаем ранее. 2 грудня мы открываем новый сервис, будет называться «Единое инвестиционное векно», которое, фактически, будет заниматься супроводом, персональным супроводом инвесторов на украинском ринке внутреннем. Ясно, что хотелось бы, чтобы загальный климат был инвестиционный кращий, и эти системные реформы, как вы знаете, происходят. Но мы створили специально такой механизм, что теперь было единое вхидное векно, единое ответственность. Я понимаю, что нам не просто будет эту ответственность нести за комфорт и деятельность инвесторов в Украине. А теперь с приводом цифр деяких. Чи капли в море, как вы сказали? Не капля в море, потому что я думаю, что в наступном уроке, у нас зараз показники досить непогані, вибачьте, при том, что я уже пояснюю логику алгоритма подготовки проекту, то у нас же в цьому уроке майже півмільярда залучено, что никогда за 20 лет это не делалось. Но это лишь початок роботи, она даёт эффект ну, как бы, кумулятивным таким порядком. Я думаю, в наступном уроке, мы должны выйти приблизно на 20-25% от загального объема, при том, что мы вважаем, что реально в наступном уроке залучить не меньше 10 млрд. Цего не достаточно. Чтобы принципово сменить ситуацию, треба хотя бы три года по 15. Потому что инвестиции – это основа всех реформ. Это как кисень для крови, знаете, если ж одна страна не сделала реформы без радикального сближения притоку инвестиций. Поэтому это и наша задача. Но это не капля в море. Это серьезные проекты. И обратите внимание на их структуру. Какие это проекты? Это проекты, которые производят новую индустрию. Например, переробка смятя. 4% территории Украины покрыто смятя. Загроза жизни. Плюс это нормальный бизнес. Новая индустрия. Ну, терминал по заряженому газу – это зрозумевая история. В этом году мы уже открываем 4 перенатальные центры. Это центры нового типу родильных домов, которые фактически будут рятать жизнь украинцам. Это уже будет в этом году. В последней декаде грудня. Далее берем. Фактически проекты, которые связаны с инфраструктурой зимово-туристической. В Украине цей сектор демонстрирует постоянно такой потенциал. Наверное, в кризовые годы мы мали наращивание объема инвестиций и поток капиталов. Кроме того, это в целом регионе решает проблему повернение наших людей, которые сейчас работают в Европе. Потому что это новая индустрия, которая будет использовать природные ресурсы. Это очень серьезный проект. Это качественные инвестиции. Потому что когда инвестор приходит стратегически выполнять эти проекты, то он приходит на годы. Он же не заберет этот завод или эту фабрику. Это не спекулятивный капитал, который то прибегает, то текает из страны. Понимаете? Владислав, к сожалению, время отпущенное на разговор с вами подошло к концу. Я от души благодарю вас за участие в нашей программе. Успехов вам! Мы вас отпускаем. А сами переходим к следующей части. Надеюсь, что снова будем вам доповедать с вами. Обязательно. Обязательно. И может быть даже быстрее, чем через пять месяцев. Хорошо. Так вот, в следующей части нашей программы тема, которая непосредственно касается судьбы экс-премьера Юлия Тимошенко. В средствах массовой информации неоднократно высказывались предположения о том, что американская юстиция, расследовавшая дело бывшего премьера Павла Лазаренко, который был в итоге приговорен в США к длительному сроку лишения свободы за финансовые преступления, располагает информацией о причастности к этому делу и Юлии Тимошенко. И об этом, в частности, говорил, выступая недавно в нашей программе первый зам генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Вот все-таки, чтобы попытаться разобраться, насколько все это соответствует действительности, мы пригласили к нам в эфир бывшего заместителя прокурора США по округу Северная Калифорния Марту Бёрш, которая вела дело Лазаренко, которая представляла обвинение на судебном процессе и которая в итоге добилась обвинительного приговора. Госпожа Бёрш, правда, уже не работает в прокуратуре. Некоторое время назад она перешла на адвокатскую работу, у нее своя обширная практика, но, безусловно, она досконально знает то самое знаменитое дело. И сейчас Марта Бёрш на связи с нами из телестудии в Сан-Франциско. Я сейчас перейду на английский. Сан-Франциско Бёрш, спасибо за то, что согласились принять участие в нашей программе. Первый мой вопрос таков, как имя госпожи Тимошенко всплыло в ходе расследования по делу Павла Лазаренко? Спасибо, спасибо за приглашение. Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хотел бы подчеркнуть, что я не работаю в Минюсте, поэтому я буду говорить от собственного имени. госпожа Тимошенко, насколько я помню, впервые ее имя всплыло во время нашего расследования, когда мы получили от швейцарских властей информацию запрос об экстрадиции Павла Лазаренко в Швейцарию. В то же время, примерно, мы получили информацию, в которой содержалось упоминание имени госпожи Тимошенко от украинских властей, которые в то время проводили свое расследование по делу Лазаренко. Ну, а в каком статусе фигурировала госпожа Тимошенко в Украинском деле? Она была сообвиняемой, свидетельницей, постраждавшей, подозреваемой, пособницей, невольной соучастницей, или ее имя просто было упомянуто в тексте обвинительного заключения. Ну, она была упомянута в обвинительном заключении как лицо, принимавшее участие в сговоре, но которому не было выдвинуто обвинения. Ей не были выдвинуты те же обвинения, что и господину Лазаренко. Я считала, что госпожа Тимошенко возможно была свидетелем тех правонарушений, в которых обвинялся господин Лазаренко. И кроме того, она могла быть и пострадавшей в результате шантажа господина Лазаренко. У нас были фигуранты, которые мы также считали пострадавшими от шантажа господина Павла Лазаренко. И госпожа Тимошенко относилась к их числу, по нашему мнению. Правильно ли будет говорить, что обвинение имело подозрение в том, что контролируемые Тимошенко компании участвовали в различных схемах по прокачиванию денег на счета Павла Лазаренко, но не смогло получить достаточное доказательство. Или, скажем иначе, у обвинения были достаточные доказательства, но в судебном заседании их не исследовали, поскольку соответствующие пункты обвинения были отклонены судьей. У нас были доказательства, которые мы представили в суде, это и выписки из банковских счетов, из вительства, которые мы считали достаточными для доказательства махинаций в банковских переводах, в которых участвовал господин Лазаренко и госпожа Тимошенко, но этих доказательств было недостаточно, и суд их отклонил. Какое обвинение? Пыталось ли обвинение в ходе следствия допросить Тимошенко? Да, мы пытались, мы направили официальный запрос правовой помощи в генпрокуратуру, госпожа Тимошенко вызывалась в прокуратуру для допроса, мы приехали в Украину, явилась и госпожа Тимошенко со своим адвокатом, но в то время она отказалась отвечать на наши вопросы, поэтому мы не смогли получить показания госпожи Тимошенко по вопросам, которые нас интересовали. Простите, пожалуйста, как госпожа Тимошенко мотивировала отказ отвечать на ваши вопросы? Тимошенко вызвать это по-английски? Повторите, пожалуйста, по-английски. Да, конечно. Какие госпожа Тимошенко выдвинула причины для отказа от показаний? Какие госпожа Тимошенко от показаний? Ну, насколько я помню, ее адвокат сослался на конституционное положение, которое соответствует пятой поправке к американской Конституции, а именно право сохранить молчание? Следующий вопрос, если позволите. А почему судья Мартин Дженкинс, председательствующий в заседании, отклонил все пункты обвинения, относившиеся к госпожи Тимошенко? Не могли ли стоять за этим решением политические соображения? К моменту разбирательства в суде происходило оно за считанные месяцы драматических президентских выборов в Украине, Тимошенко превратилась в ключевую фигуру лагеря оппозиции, к которой многие на Западе относились благосклонно. нет, политических мотивов не было, да и не могло быть. Вы можете прочитать постановление судей Дженкинса. Он отклонил пункты обвинения, относившиеся к Тимошенко, связанные с махинацией в банковских переводах, поскольку счел, что обвинение представило недостаточное доказательство для подтверждения этих махинаций. И именно по этим юридическим мотивам он отклонил пункты обвинения, связанные с махинациями с банковскими переводами, которые имели отношение к госпожа Тимошенко. Поэтому политических мотивов не было, да и не могло быть, ни суд, ни обвинения в то время, не принимало в внимание политический момент в Украине, а только достаточность доказательств для подтверждения обвинений, выдвинутых в суде Америки. Ну, а можно ли тогда охарактеризовать постановление судей Дженкинса об отклонении этих пунктов обвинения относительно госпожи Тимошенко и роли в деле, как оправдательный приговор госпожи Тимошенко? Нет, это по американскому законодательству было бы неправильно утверждать. Пункты обвинения были отклонены в отношении госпожи, господина Лазаренко, госпожа Тимошенко не обвинялась в американском суде, поэтому можно считать, что это постановление освобождало от обвинения господина Лазаренко, а никаких доказательств в отношении госпожи Тимошенко, связанные с газом махинациями, просто не выдвигались, поэтому нельзя было бы охарактеризовать это постановление как оправдательный приговор для госпожи Тимошенко. госпожа Бёрш, в своем недавнем интервью украинской правде, вы упоминали, что российские правоохранительные органы не оказывали содействие вашему расследованию, в частности, не помогли вам в организации допроса Рэма Вяхерева, в то время возглавлявшего Газпром. Они официально отклонили ваш запрос о правовой помощи, и чем они мотивировали этот отказ? Да и вообще, что вы думаете, почему они отказались по-настоящему от сотрудничества? Мы направили запрос о судебном взаимодействии, и, кажется, в 99-м году, к моменту слушания российские власти вообще не дали нам ответа, несмотря на повторные запросы, и, если я не ошибаюсь, они никаких мотивов не приводили для объяснения отказа, я не могу спекулировать на эту тему, почему они отказались от сотрудничества. И, пожалуй, последний мой вопрос. Представители украинской генпрокуратуры неоднократно утверждали, будто в доказательствах собранных обвинением по делу Лазаренко содержались некоторые материалы, подтверждающие версию о возможной причастности госпожи Тимошенко к заказным убийствам Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана. Вы можете подтвердить это? Ну, не совсем. Я видела сообщения в прессе на эту тему, мне задавал и вопрос аналогичный репортер украинской правды. Я не могу припомнить каких-либо доказательств, кроме сообщений прессы, в которых были ссылки на какие-то показания о свидетельствах. Поэтому я только об этих доказательствах знаю. Если у Генпрокуратуры Украины какие-то дополнительные доказательства есть, то я с ними не знакома. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Ну, что ж, я благодарю госпожу Бёрдж за участие в нашей программе. Спасибо, мисс Бёрдж, за интервью. Я напомню, на прямой связи с нами из Сан-Франциско была адвокат Марта Бёрдж, которая в сравнительно недавнем прошлом, а именно в 2004 году, представляла государственное обвинение на процессе в США против Павла Лазаренко. И именно она добилась обвинительного приговора для бывшего премьер-министра Украины. Продолжим наш выпуск. Смотрите в заключительной части нашей программы. Голая политика. Чем не угодили активисткам движения Фемен Сильвио Берлускони, Доминик Строскан и Папа Римский Бенедикт XVI? И насколько эффективны протесты Топлес? О результатах первого европейского турне Фемен в заключительной части большой политики из уст самих участниц эпатажного движения. Ну что ж, уважаемые зрители, мы остаемся в прямом эфире телеканала Интер, переходим к заключительному часу нашей программы. Нельзя нарушать нашу традицию. Выпуск продолжит рубрика, которая есть всегда в каждом нашем выпуске. самые важные запоминающиеся события недели по версии нашей программы. Целая эпоха закончилась в истории Италии и всей Европы. Ушел в отставку, как и обещал, Сильвио Берлускони, человек на протяжении последних семнадцати лет трижды с небольшими перерывами, занимавший пост главы итальянского правительства. Дольше у власти в Италии был только Муссолини. Берлускони был один из самых ярких, харизматичных, противоречивых, порой откровенно скандальных политиков нашего времени. Владелец банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, газет, телеканалов, универмагов, наконец, футбольной команды Милан, в молодости зарабатывавшей пением на круизном корабле, а будучи премьером, негнушавшейся записью альбомов популярных песен и арий в собственном исполнении, в 75 лет продолжавший фигурировать в сексуальных скандалах с юными дивами, под конец политической карьеры стоял на 118 месте в мировом списке миллиардеров по версии журнала Форбс. Берлускони ушел в отставку на фоне стремительно растущих опасений, что Италия вслед за Грецией пойдет следующей жертвой долгового кризиса в зоне Евро. Верховная Рада приняла в первом чтении новый закон о выборах. Главные изменения, которые, впрочем, ожидались. Депутатов Верховной Рады вновь будут избирать по смешанной системе. 225 депутатов по партийным спискам, 225 в одномандатных округах. Это первое. Второе. Избирательный барьер повышен с 3 до 5 процентов. И, наконец, третья новация. Блоки в выборах участия не принимают. Все это, впрочем, повторяю, изначально ожидалось. Интрига теперь в другом. Чем закончатся предстоящие баталии вокруг уже внесенных в Верховную Раду поправок, часть из которых подвергаются жесткой критике не только представителями оппозиции, но и сторонниками партии власти, как откровенно антидемократические. Любопытно, что нынешний законопроект чуть ли не впервые за долгое время получил поддержку почти ста представителей оппозиции. Против не проголосовал ни один депутат. Президент Янукович встретился во Вроцлаве на торжествах, посвященных двухсотлетию местного университета с президентом Польши Комаровским и президентом ФРГ Вульфом. Поездка была под угрозой срыва. Вроцлавский аэропорт не принимал самолеты из-за тумана. Украинская оппозиция поспешила заявить, что дело не в тумане, а в нежелании Януковича в очередной раз обсуждать с европейскими коллегами судьбу Юлии Тимошенко. Однако Янукович в итоге в Польшу прилетел. Про Тимошенко с Комаровским и Вульфом поговорил. И на своем продолжал стоять. Не надо смешивать евроинтеграцию Украины с приговором Тимошенко. Давайте лучше обсуждать вопрос о внесении в проект договора об ассоциации между Украиной и ЕС пункта о перспективе членства Украины в Евросоюзе. Напомним, по мнению ряда аналитиков, некоторые лидеры стран-членов ЕС всячески стремятся заблокировать евроинтеграцию Украины ради того, чтобы потрафить руководству России, категорически не желающей сближения Киева с Брюсселем. Историю же с Тимошенко они используют лишь как предлог для того, чтобы приостановить дальнейшее сотрудничество с Киевом. Между тем, неназванные источники в Европарламенте сообщают, что найден некий компромисс, который позволит Еврокомиссии парафировать до конца этого года соглашение об ассоциации с Украиной в редакции, приемлемой для обеих сторон. Между тем, Верховная Рада провалила поправку к законопроекту о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса Украины, которая позволила бы освободить Юлию Тимошенко из-под стражи. «Предлагалось исключить 365-ю статью, по которой экс-премьер приговорена к семи годам тюрьмы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, из перечной статей УК, по которым предусматривается наказание в виде лишения свободы. Между тем, генпрокуратура отпустила из-под стражи под подписку о невыезде жену бывшего приближенного экс-премьера Лазаренко Петра Кириченко. Изабелла Кириченко, проживающая с мужем в США, в сентябре приехала в Киев продавать квартиру и была задержана по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Напомним, в свое время Петр Кириченко согласился сотрудничать с американскими правоохранительными органами и стал главным свидетелем обвинения на процессе против экс-премьера Лазаренко, который в итоге получил 9 лет тюрьмы. Как утверждают представители оппозиции, жена Кириченко была арестована якобы для того, чтобы добиться от ее мужа новых показаний против Юлии Тимошенко. Адвокаты Леонида Кучмы подали жалобу в Печерский суд Киева. В ней они требуют отменить постановление о возбуждении уголовного дела против экс-президента. Главный аргумент защиты. Обвинения против Кучмы основаны на показаниях пресловутого экс-майора Мельниченко, который находится в бегах, что делает невозможным рассмотрение дела по существу. Кроме того, пленки Мельниченко, ранее признанные следствием вещественным доказательством по делу, более не могут считаться таковыми после недавнего решения Конституционного суда о том, что любые улики, полученные незаконно, не могут быть приняты к рассмотрению. В Нью-Йорке разогнали акцию «Оккупируй Уолл-стрит», которая целых два месяца была в центре внимания мировой прессы и начала вызывать у наиболее восторженных представителей СМИ разговоры о том, что это чуть ли не начало новой мировой социальной революции. Революция закончилась довольно банально. Нью-йоркские копы арестовали более двухсот человек за сопротивление полиции и нарушение общественного порядка. После рассмотрения конфликта в суде манифестантам разрешили вернуться в городской парк Зуккотти, где они дневали и ночевали эти два месяца, но без палаток, матрасов и спальных мешков. Судья постановил манифестации «пожалуйста», но парк, предназначенный для отдыха горожан, не должен использоваться как палаточный лагерь. Сталина будут проверять. Мэр Запорожья Александр Син распорядился провести экспертизу на законных ли основаниях установлен памятник Иосифу Виссарионовичу возле запорожского обкома Компартии Украины. Как известно, антисталинисты требуют снести пресловутый бюст. А его защитники нашли новый аргумент, мол, памятник не памятник, а элемент архитектурного декора здания. А в Луганской области депутат коммунист местного облсовета Владислав Кривобоков выступил с удивительным заявлением. Он обещает покончить самоубийством в случае, если Украина вступит в Евросоюз. Родных и друзей депутата Кривобокова, который грозится поступить как настоящий самурай, именно так он и говорит, может утешить лишь то обстоятельство, что до вступления в ЕС Украине пока еще очень далеко. сейчас хотя бы для начала договориться об упрощении визового режима. Тем временем, там же в Луганске суд по делу депутата горсовета Романа Ландыка, который обвиняется в избиении девушки в одном из местных ресторанов, приобрел скандальный оборот. Ландык, который, как известно, является сыном Владимира Ландыка, народного депутата от партии регионов, по сообщениям СМИ заявил на процессе, будто в его обвинении заинтересован сам лидер фракции партии регионов Верховной Раде Александр Ефремов, а также сотрудники администрации президента, генпрокуратуры, и лично начальник областного УВД. Дальше больше. Ландык-младший заявляет, что уважаемый лидер фракции «Белоголубых» ни много ни мало причастен, якобы, к убийству в прошлом влиятельнейшего лидера партии регионов Евгения Кушнарева. Если в результате окажется, что все это ложь, подсудимому может совсем не поздоровиться. Арестом завершилась головокружительная карьера скандально известного в Украине доктора Пи, как прозвали Андрея Слюсарчука, его поклонники за будто бы феноменальные математические способности. Благодаря расследованию, проведенному журналистами Львовской газетой «Экспресс», милиция выяснила, что доктор Пи на самом деле никакой не профессор нейрохирург, а всего лишь ловкий аферист без всякого медицинского образования, окончивший только ПТУ, но обладавший действительно уникальным даром дурачить людей, в том числе и весьма уважаемых. Доктор Пи сумел ввести в заблуждение аж целых двух президентов Украины. Ющенко чуть не доверил ему пост главы института мозга, а Янукович наградил государственной премией. Что касается феноменальных способностей оперировать в уме гигантскими числами, и мгновенно запоминать огромные тексты, которые доктор Пи демонстрировал публике, оказалось, что на самом деле это были хорошо поставленные фокусы. Лжесветилу науки теперь светит как минимум несколько лет в местах не столь отдаленных. И в заключение обзора курьезная новость из Китая, которую оживленно обсуждали всю неделю в интернете. Китайские журналисты обнаружили в далекой деревне Лунцзюй центральной провинции Анхой двойника российского премьера Путина. Ло Юаньпин так зовут этого крестьянина. Некоторые российские блогеры язвительно замечают, что на самом деле это Владимир Владимирович Путин стал в последнее время почему-то подозрительно похож на китайцев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И еще об одном событии недели. 16 ноября исполнилось ровно два года со дня гибели в московском СИЗО российского юриста Сергея Магнитского, имя которого немногие знают в Украине, однако трагическая судьба Магнитского получила грандиозную международную огласку. Так называемое дело Магнитского является, если угодно, липким ночным кошмаром множества российских чиновников, в том числе самых высокопоставленных. Потому что воспринимается в большинстве демократических стран Европы и Америки как символ коррупции и беззакония в российской системе и неспособности или нежелания Кремля изменить это. Напомню, Сергей Магнитский, юрист, финансовый аудитор, оказывал услуги крупному британскому инвестиционному фонду Heritage Capital Management. В ходе этой работы он обнаружил, что документы и печати нескольких фирм, принадлежавших фонду, изъятые в ходе налоговых проверок, были затем использованы коррумпированными чиновниками и работниками правоохранительных органов для грандиозных финансовых макинаций на сотни миллионов долларов. Когда же он заявил о своих находках следователям, те, вместо того, чтобы разобраться, арестовали Магнитского и фактически сгноили его в тюрьме. Адвокаты утверждают, что Магнитский умер в результате плохих условий содержания в СИЗО и отказе в адекватной медицинской помощи. После того, как дело Магнитского приобрело международную огласку, некоторые высокопоставленные чиновники были уволены президентом Медведевым, но, как считают российские правозащитники, реального расследования так и не было проведено, а лица, причастные к гибели Магнитского, не наказаны. Не найдены и похищенные деньги. Американский сенатор Бенджамин Кардин составил знаменитый список из 60 фамилий высокопоставленных российских должностных лиц, предлагая законодательно лишить их права получения американских ВИЗ. А пока закон не принят, соответствующие ограничения ввел в США. Европарламент же принял резолюцию, призывающую страны-члены ЕС также ввести аналогичные санкции. Подробнее о деле Магнитского в нескольких фрагментах из документального фильма, который о нем сняли независимые голландские кинодокументалисты. Эта история началась 4 июня 2007 года. В этот день сотрудники МВД провели обыски в московском офисе компании «Эрмитаж». Фонд «Эрмитаж» на протяжении десяти лет в переговорную комнату. Было странно то, что были изъяты оригиналы всех документов многих компаний, несмотря на то, что в постановлении на обыск была указана только одна компания. «Эрмитаж» Билли Браудер обратился Сергей Магнит «Эрмитаж «Эрмитаж» «Причем по имеющимся данным у Виктора Маркелова есть судимость за убийство», добавил он. «Получив контроль над компанией фонда «Эрмитаж», мошенники совместно с рядом коррумпированных чиновников вернули из бюджета ранее уплаченные этими компаниями налоги в размере почти 230 миллионов долларов. Причем налоговой инспекции потребовался всего лишь один день для одобрения выплаты такой огромной суммы». «230 миллионов долларов это именно та сумма, которую заплатили наши компании в виде налогов в бюджет России годом ранее. Разговаривая с Сергеем, мы поняли, что за кражей наших компаний и бюджетных средств стоят одни и те же мошенники. Сергей настоял на том, чтобы мы подготовили подробные заявления о преступлении и незамедлительно подали их для расследования во все российские инстанции. После того, как Сергей дал показания о причастности сотрудников МВД Артема Кузнецова и Павла Карпова к ищению денег, он был арестован их подчиненными. Это невозможно было себе представить. «Нам не разрешали свидание. Следовательно, он не разрешал свидание». По прошествии трех месяцев в заключение, Сергей Магницкий был доставлен в суд для участия в слушаниях по продлению его срока предварительного заключения. «Он был совершенно собран, он был подготовлен к суду, у него были конспекты, у него были ссылки на законы, он все четко отвечал судье, он хотел все рассказать, донести, конечно, его не слушали, но он очень серьезно готовился к этим заседаниям». Судья полностью проигнорировал все представленные доказательства, подготовленные Сергеем и его адвокатом. Это был момент отчаяния, это был момент, когда Сергей осознал, что в России нет законов, и осмысление этого факта было вдвойне горьким для Сергея как юриста. трезинного. Лето 2009 года, после шести месяцев нахождения в следственном изоляторе, у Сергея появились невыносимые боли. И потом его уже спустили в самый ад, это в Бутырскую тюрьму, и в самые плохие, и он побывал там в самых плохих камерах. В конечном счете Сергею была предложена сделка, которая сводилась к следующему. «Дай лживые показания в отношении твоего клиента и прекрати обвинять сотрудников МВД, и тогда будешь свободен». Но произошло то, что вывело их из себя. В октябре 2009, за месяц до смерти, Сергей вновь дал свои показания в отношении Кузнецова, Карпова и их подчиненных, указав на их причастность к хищению 230 миллионов долларов. И стало ясно, что именно эти показания будут центральным пунктом предстоящих слушаний его дела. У них оставался весьма небольшой выбор. Они либо должны были направить дело в суд, где разразился бы огромный скандал, либо решить проблему иным способом. 12 ноября 2009 года. Сергей Магницкий под стражей уже почти год. Сегодня он вновь доставлен в суд. В ходе этого заседания должен быть рассмотрен вопрос о продлении ему срока содержания под стражей или об его освобождении. Судья совершенно себя по-наглому вела. Она практически вообще не давала ему говорить. И через плечо сказала, что ваше время ходатайства уже прошло. После всего этого беспредела никто в этом процессе не участвовал. И решение о продлении срока было просто-напросто проштамповано. Судьё стажено и буквально в течение 15 минут. Я приехала в бутырку с передачи с этой. Подошла к окошку, когда подошла, мне сказали, а он ушёл. Я спросила, как ушёл, куда ушёл. Ушёл, в матросскую тишину. Я приехала туда, подошла к этому окошку, где дают передачи, и там мне женщина сказала, что вчера его вечером привезли в крайне тяжёлом состоянии, и в 21 час он скончался. Я отказался верить в происшедшее, в этот кошмар. Это было ужасно, невообразимо ужасно. ужасно. На все просьбы родственников о проведении независимой патологоанатомической экспертизы, власти отвечали отказом. Через четыре дня после смерти Сергея, независимая общественная наблюдательная комиссия начала своё расследование. Что случилось в день смерти? На этот вопрос тюремная администрация не смогла дать ясный ответ. Все их заявления противоречили друг другу. Я думаю, что здесь мы можем назвать целый список людей, которых можно сказать, что они ответственны за смерть Магнитского. Конечно, прежде всего следователь Сильченко. Я считаю, что на нём лежит главная ответственность за смерть Магнитского. Дальше судья Сташина, которая имела информацию о тяжёлом состоянии Магнитского, и за неделю до смерти его она продлила ему срок заключения. Она несёт ответственность за смерть. И, конечно же, сотрудники и бутырки, и матросской тишины также несут ответственность. В конечном итоге реальность такова. Были преступники, укравшие огромные деньги из бюджета, и был Сергей, который мешал им, по крайней мере, в России. Тем или иным способом он был убит. Это и есть правда. И те, кто сделал это, должны быть наказаны по закону. И не знаю, и не знаю. И не знаю, но не знаю. Это Москва. Субтитры создавал DimaTorzok Идем теперь к заключительной теме выпуска. Многие наверняка знают о том, в том числе и сообщения в нашей программе, что участницы украинского движения «Фемен», фирменным знаком которых, как мы все знаем, являются акции протеста в стиле «Топлес», которые они проводят по самым разным поводам, совершили турне по странам Европы. Некоторые подробности в нашем следующем сюжете. Презентовать Украину в Европе від имени людей, а не уродів. Під цим гаслом активистки «Фемен» вирушили в европейское турне. Перша зупинка – Швейцарія, место Лашадефон. Легендарний клуб 44, де бували Симон де Бувуар, Жан-Поль Сарт і Франсуа Мітеран. Чи то имена великих на дівчат подіяли, чи то консерватизм швейцарців. Але ідею нового українського секс-фемінізма вони пропагували лише словами, а не тілами. Та далі більше. Наступна зупинка – Париж. Сюди дівчата приїхали, аби атакувати особисто віллу колишнього голови МВФ Домініка Строскан. І байдуже, що американська феміда ось уже кілька місяців, як відмовилися від претензій до нього. Для дівчат він все одно – розпусник і негідник. Кажуть, Строскан особисто викликав поліцію, але зрештою вона дівчат навіть не затримала. Зіпсувавши настрій французькому політику, дівчата вирушили до Італії – домагатися відставки Сильвіо Берлусконі. Фініш, Берлусконі! Фініш, Берлусконі! Тут вони приєдналися до місцевих протестантів, невдоволених італійським прем'єром. Але знатовпу не злилися. Цікавий збіг обставин. Буквально за кілька днів прем'єр таки пішов у відставку. Та що там Берлусконі? Наостанок українські дівчата влаштували топлес протест просто під балконом Папи Римського. Вибері, 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 вибері! Під час недільної меси. Але акція тривала недовго. Дівчат затримала римська поліція. Втім, уже за кілька годин активістки Фемен були на волі і збирали валізи до Києва. Тему продолжу в своїй колонці журналист Олександр Челенко. Дамы і господа, що Європа знає об Україні? Немного. Динамо Київ, шахтюр Донецк, братья Кличко, Шева. Я хочу вас поздравить з тим, що з прошлой недели, після последнього европейського тура Фемен, в европейські языки вошло це слово. Тепер дівчатки наші з віночками, з ленточками, з голою грудью, вполне узнаваємо. Уверен в тому, що Європу в ближайшого часу ждет Фемена бум. Уверен, що в Швейцарії, в Іспанії, во Франції, в Швеції будуть появляться містні організації Фемен, які будуть кошмарити і троллити їх правительство. Чому для Западу Фемен приємливі? Тому що вони знайшли форму протеста, в якій сочетається радикалізм і ненасилие. Радикалізм завжди все-таки зв'язаний з тим, що групи молоді ж кукушат щось, деруться з поліцією, відбросять коктейлі Молотова, синяки, крові і т.д. Фемен нічого не бросять, просто обнажають грудь. Це неприлично, це непристойно в публичному місті, тому це радикально. Чому в такому випадку, якщо в Європі Фемен приймають, наше обіщество Фемен не приймають? Говорят, що це связано з пуританством наших граждан. Це неправда. В Советському Союзі, ребята, секс був. Да і ще такий, що ми дали б фору і американцям, і европейцям, і азіатам. Я считаю, що тут дело в следующем. У нас просто граждане не привыкли к такій формі протеста. Просто наші граждане не можуть сочетати протест или политический акт, политическое действие с неким сексуальним образом. Пока не сочетають, але я уверен в тому, що через лет 15 ми увидим пам'ятники в мире, Фемен, в тому числі в Україні, вместе з такими освободителями человечества, як Симон Боливар, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Нельсон Манделла і Ернест Шевченко. Ну а теперь я хочу поприветствовать в нашей студії активисток движения «Фемент», тех самых, которые сейчас в кадрах «Хроники» протестовали на площадях Рима и Парижа. Інна Шевченко. Пожалуйста, поприветствуем. Александра Шевченко, Оксана Шачко і руководитель движения Анна Гуцов. Як ви считаєте, дівшки, ви выполнили программу своєго визита в Європу? Ми думаємо, що выполнили першу частину своєї программу, тому що ми планируємо охватити не тільки 3-4 страни, а дуже багато європейських країн в тому числі і перекинуться на інші континенти, в частності Америка. Нас интересують дуже сильно. Ой, пуританска країна, ви знаєте. Ви знаєте, да, пуританска, але у нас вже є там свої активистки, вони вчера провели акцію на Ол-стріт, провели отличну акцію, самостоятельно участвували в протесті, їх задерживала поліція, але вони вважі вступили, вони не побоялись, і вони готові дальше принимати участие в нашому движенні, тому плани в нас масштабні, в розмірах цілої планети Земля, і я думаю, що є ще на чому роботи. Слухте, а, кстати, вот там задерживали вас европейські, французські, інтальянські, полицейські, ну, ви знаєте, і наших теж. Хто круче? От кого сильнее доставалось? Я думаю, що поки що круче наші, тому що, ви знаєте, вони ніколи не представляються, да, наш найкраще, Саша, хорошо сказала, тому що їм все ровно, хто ти, і чому ти тут стоїш, у них є задача тебе арестувати, їх не волнує, нарушаєш ти закон, в європейських країнах, по крайній мере, представляються і пред'являють тебе претензії. Здесь без претензій тебя запихивають в бобик, а вже потім в районному отделію милиції тебе розказують, в чому ти виноват. Хочеться отметити, що арестували активистів жінського дружження Фемен тільки в Ватикані, і за нашу практику ми були арестовані тільки в Ватикані, і в Україні. Я думаю, що це не просто так, тому що в Ватикані правят святой, і в Україні святой. Понятно. Ну, вот, смотрите. Я знаю, читали ви в Фейсбуці заметки українки Марианны Сараневич, которая живет і работает в Італиї, але она, значит, страшно воссердилась на вашу акцію. Не буду там целиком цитировать, але, в общем, смысл того, що она написала, ви осложнили життя миллионам наших заробітчан, которые і так живуть нелегко. в тому-то і дело, що вони на самом деле і так живуть нелегко. Це, во-первых. Во-вторых, представьте себе портрет українців в Італиї. Це в большинстві свої нелегально работаючі, работаюча там жінчина, тому що, по-моєму, 70% українців в Італиї – це жінчини, які працюють домохозяйками чи проститутками. І коли якісь Марианна Саранівича позволяють себе говорити, що ми, українці, які заявляють на весь мир, що українці – не проститутки. Ми вирішили Україну в Італиї. Вони вирішили Україну в Італиї. Вони не вирішили в Італиї. Вони не якась, а деякатор, пусть маленької, але все-таки украинської газети. Ну, вот, хотілося б спросити, що вона сделала для того, щоб українці в Італиї не стрибувалися? І хотілося б, щоб вона поговорила з українців, які приходили к нам в Швейцарии, в Италии, во Франции, подходили к нам и благодарили нас за то, что мы представляем миру новое лицо украинки. Так получается, что теперь Украину будут воспринимать как страну раздетых девушек? Пусть так. Страну раздетых девушек, которые никогда не будут продаваться, которые не проститутки, которые не рабыни для Европы, для Америки или для других стран, а девушки, которые протестуют и защищают свои права. Пусть голые. Такой вопрос возникает у многих. Протестуем я же против Берлускони, Строскана. Вы не вмешивайтесь, что называется, не в свое дело, но представьте себе, что приехали бы какие-нибудь зарубежные гастролеры и начали бы протестовать, разоблачать украинских политиков здесь, в Киеве. Мы общественные деятели, а не гастролеры. И мы, как общественные деятели, как граждане своей страны, как граждане мира, уже не побоюсь этого слова, мы имеем право заявлять о несогласии женщин, мириться с насилием над женщинами в любой стране. В Украине, в Париже, в исламских странах. Мы планируем ехать в Иран и другие исламские страны для того, чтобы раздевать, снимать паранжу с иранами. Это может оказаться вашей последней поездкой. Знаете, в Иране очень круто обходятся с женщинами. Хотя я лично это совершенно не приветствую. Я хочу подключить гостей к нашему разговору. Вот здесь присутствует политолог Карасев, который частый гость нашей программы. Другой частый гость нашей программы. Господин Колесниченко, Вадим Васильевич, зам главы фракции партии регионов. Серьезный человек и абсолютно серьезный человек, господин Паярков. Знаете, я рад, что мне досталась эта миссия сообщить, что, знаете, была одна новость, которую не зная широкий загал громадскости. Недавно в Кабмин из Италии пришла телеграмма. Украина, Киев, Кабмин, Азарову лично, ТЧК. Берлускони поперли, выезжаем к вам, ТЧК Фемин. Значит, если говорить серьезно, значит, есть, я понимаю, и они сейчас будут высказаны, претензии к девчонкам по поводу главного калибра, которым они покрыли мир, но все познается в сравнении. Калибр нормальный. Я отличный калибр. Кстати, ребята, я не видел, вот я ходил по радио и спрашивал, вот честно, кто вот вам больше не нравится, Ляшко или Фемин? Я не буду оглашать счет. Ну, Ляшко это Леди Гага украинской болезни. Да, я бы сказал Ляшко, это чечулина нашей Верховной Рады, потому что это апофигей антисанитарии вообще. Какой он дает пример, в отличие от наших девушек, подрастающему поколению. Он в четверг, это человек, который берет в рот все, что видит. Реально, он просто реально в четверг, в прямом эфире, взял в рот землю, ее ел. А если посмотреть в интернет, ребята, земля это цветочки по сравнению с тем, что он делал раньше. Вы посмотрите, что ваш однопартиец Лукьянов делал с спикером Арсением Моценюком. Он залез на стол, забрал его карточку для голосования. Нет, посмотрите, моральные качества Табачника и Симоненко не представляются в нем выше, чем наш эфирмен. А Мартынюк, так, кто больше кровосисий у нас в стране, по словам вашего же, в общем-то, премьера, знаете, я бы их не поставил на первое место, вашего однопартийца. Вот, поэтому я что предлагаю, девчонки, значит, вас надо обязательно, ради научного эксперимента, непременно выбрать Верховную Раду следующего созыва. Я объясню, зачем. Надо провести научный эксперимент. Тут вас, вам всем дают мандаты, в хорошем смысле этого слова, вы выходите и снимаете с себя то, что вы обычно снимаете, и тут, если, как осенняя листва, на пол вашей груди упадут со стуками, все, место проклято. И Верховную Раду надо снести, закатать асфальтом, людей не пускать, там ничего не вырастет. На Ляшко нельзя проводить эксперименты. Чтобы у него не отвалилось, это антинаучно. Поэтому у каждого свои методы протеста. Сейчас представитель партии власти скажет что-нибудь сдержанное, а я продолжу, если можно. Ну так что, как вы относитесь, представитель партии власти, к движению Фемины, то, что они делают? Ну, для начала я бы не называл это явление общественной деятельностью, как минимум, это раз. Если дамы хотят в Иран поехать, пожалуйста, поезжайте в Иран и демонстрировать там свое предназначение. Так, чтобы не лицемерить, безусловно, мне, как и нормальному мужчине, нравится женская грудь и обнаженная женщина. Это естественно, это природно. Но всему свое место. Это явление можно охарактеризовать тремя составляющими. Первое, это сильно раскручивавшийся бизнес-проект, который на Украине не состоялся. И он, как бизнес-проект, по сути, в ближайшее время прекратит свое существование. Лица, которые принимают в нем участие. Знаете, я вспоминаю просто... А какие предпосылки к прекращению? Не получила поддержку и нельзя реализовать. По сути, как любой бизнес-проект готовится, что-то эпатажное из расчета, что можно привлечь к тем или иным политическим акциям. К политическим акциям они пытались быть привлечены, но этот эпатаж не принес пользы. А ведь вкладывают для того, чтобы деньги потом отрабатывались и приносили свою пользу. Ну, интернет-магазин, ну, там какие-то товары продают. В Украине оно популярности не получило. Просто, когда я был маленьким, в соседнем дворе у нас подобные экспедиционисты были. Мужчина один выходил с плащом, показывал своему дья. Ну, собрались мужики, отбили ему почки. В прошлом году, я знаю, девочки, я лекции читаю в Одессе, рассказывали такая же ситуация в парке. Такой же клоун появлялся. Ну что, ребята подошли, точно такое же произвели. И больше никто никого не пугал своими мудьями. Это форма экспедиционизма. Маленькое пожелание. Смотрите. А можно еще отбить мудья тому хореографу, который ставит драки в Верховной Раде? Так вот я хотел бы закончить. Вот лица, которые принимают этому участие, это тоже медицина объясняет. Некоторые, чтобы адреналин получить, те на горных лыжах катают. Либо там на резинках прыгают. Вот для того, чтобы себя реализовать, например, в сексуальном плане, не у всех женщин получается достигать, наверное, какой-то разрядки. Вот форма такого демонстрации обнаженной натуры позволяет им себя реализовать, получить тот адреналин. Ну, это медицинская вообще терминология. К политике это не имеет ни малейшего отношения. А проще простого. Надо применять уголовный кодекс. Вторая повторность злостных хулиганств. И нужно уходить на срок в тюрьму. То есть вы за то, чтобы вот с этим бороться, с такими методами? Конечно. Я рад, что эта передача идет после 12. Наверное, красный квадратик нужно дать, чтобы... Ну, это неприлично. Всего-навсего. А может быть, давайте немножко по-серьезному, потому что после того, как известнейший философ 20-го столетия Мишель Фуко написал шеститомную книгу «История сексуальности» и говорил о сексуализации политики и политизации секса, надо немножко по-другому на это посмотреть. Не как на апатаж, а на как политику. Потому что в чем вот феномен фемин? Они борются за ресурс внимания. Когда-то нобелевский улариант Герберт Саймон сказал, что самый главный ресурс, дефицитный ресурс в мире – это внимание. И вот они борются за внимание. Вот так можно привлечь... Бизнес-проект. Правильно. Привлечь... Нет. Подождите. Это привлечь внимание общества. С целью. Обывателей, как угодно говорить. Да, можно не соглашаться. Я лично не приветствую этот протест. Я считаю, что лучше этика, эстетика протеста, но не порнография протеста. Но в нашем мире это востребовано. Потому что чем можно... Ну, какая же здесь порнография? Не-не, порнография не в смысле плохом. Подождите. В смысле как бы... Эротика. Эротика. Эротический протест. Давайте так. Этика, эстетика, эротика. Ну, давайте так. Это правильно. Вот спасибо вам за подсказку. А я бы вот в чем поспорил. Да нет, но вот правильно. Потому что, возможно, сейчас для того, чтобы поднять внимание обывателей, поднять внимание людей, которые пресетились разными протестами, возможно, нужно немножко шок и трепет, как говорили американцы. Помните? Не, ну вот все-таки, вот Вадим говорит, что у нас... Я тоже Вадим. Да. Вот так вот. Я могу загадывать желание, там, спрячьтесь под стол, господин Паят. Тогда, значит, я смогу загадывать желание. Это не сработало. Так вот, Вадим Васильевич, Вадим Юрьевич, у вас такой некий спор возник, все-таки... Масса спор. Ну... Полемика такая, корректная, скажем так. Ведь, мне кажется, вот любое выступление девушек, оно, тем не менее, привлекает внимание средств массовой инфраструкции. Оно флешило? Нет ни одного интернет-ресурса, который мимо этого прошел. Это постмодернистский протест. Другое дело, что, может быть, им не хватает более серьезного политического консалтинга. Вот, правильно. Вот я хвалю их за то... Возьмитесь осуществить политический консалтинг? Возьмемся, возьмемся, говорим, да, потом это самое. Знаете, какие-то там более... Нет, с точки зрения консалтинга все правильно. Была очень эффектная акция, когда Владимир Владимирович Путин приезжал, а вот девушки стояли с очень язвительными, правда, не всем понятными плакатами. Вот когда Путин приезжает, я за. Но когда Путина нет, я против. Почему? Потому что наша страна еще, к сожалению, не готова к таким протестам. Так, может быть, страну надо воспитывать? Нет, по-серьезному у нас многие вещи. У нас чернобыльцы, афганцы, льготники и так далее. Им не до топлесс. Им нужен забор. Совершенно верно. Вот не согласен. Поэтому девушки работают... Вот не согласен. Сереж, подожди. Девушки работают в хорошем постмодернистской манере. Это как для мира. И правильно они сказали, мы космополитки, а не космополисты. А мы немножко еще не космополисты. Мы еще должны бороться за ужасное общество. А я к земле. Я в Верховной Раде сегодня говорил, у нас вечером на программе будут фемен. Мужки, телефончик возьми. Потому что они выполняют очень важную и нужную функцию. Потому что политики достали людей уже до той точки, когда даже фемен... Нет, наши политики это проститутки, между прочим. Поэтому все нормально. Наши политики похожи на негров, которых бьет Кличко. Они долго что-то свистят, рассказывают, пальцы веером, сопли пузырями. Уважаемые мужчины, потому что мы уже перешли на другие темы. Извините, все. Если они придут в Верховную Раду, они будут показывать. Дайте слово, дайте девушкам слово. Спасибо большое. Просто хотелось быть... Два слова для того, чтобы они сразу отреагировали. Девушкам слово. Может быть, такой протест в Украине нужен, потому что наша украинская политика это сплошная проституция. В том числе. Анна, пожалуйста. Наш слоган «Украина не бордель» говорит не только о борделях в прямом смысле этого слова, но и о борделе, который происходит и в Верховной Раде, и в Кабинете Министров. И мы не хотим жить в стране борделя. Просто смотрите, на самом деле получилось, что все, что только что обсуждалось, все, как обычно, мужчины свели к эротике, к сексуальности и так далее, и поехали. Все, что делает женщина, оказывается, обратно... Я не садализировался с его позицией. Все, что говорит женщина, считается несерьезным. Если ты выходишь топлис, сразу же начинаем искать какие-то болезни, искать какие-то причины в этом. У меня есть какая-то степень по медицине, по психологии, психотерапии, что-то, да? Раз он нам такие диагнозы ставит. Вот, уважаемый Вадим, вопрос к вам какой? Знаете, я вам скажу, проститутка Чечелине, публичная женщина, наверное, за нее клиенты голосовали, либо ее соратницы по работе два парламентских срока отработала. Ну, если у нас такие же проститутки будут попадать в парламент, ну что, одной больше, одной меньше, ничего не изменится. Это точно, товарищ Колесниченко, если проститутки в парламенте, то так и происходит, конечно. Ну, подождите, подождите, если девушка обнималась, если она решила взяться за серьезное дело, бросила заниматься, это я вам говорю, бросила заниматься там торговлей собой, своим телом, пошла в политику, ну приветствовать же надо. Приветствую, говорим о проститутках, которые сидят в нашем парламенте. Потому что, потому что, еще раз скажу одну такую вещь, что у нас очень много мужчин, проституток, политически проституток, и, кстати, это не мой термин, Ленин когда-то писал о Троцком, политическая проститутка. Это может быть, нет, может быть, оголенная женщина с оголенной грудью, она более целомудрена в политическом и моральном смысле слова, нежели вот этот весь массив наших проституированных политиков, которые сегодня в Верховной Раде и вне Верховной Рады. Вот, кстати, одну секундочку, вот вы знаете, на самом деле, все здесь присутствующие, что скоро Фемин может оказаться, как говорится, и как мечтают некоторые критики этого движения, вне закона, причем закона украинского. Потому что Верховная Рада взялась ужесточить закон об общественной морали. Согласно этому закону, показывать вот такие, назовите их эротическими, псевдоэротическими перформансами, уже ни один канал не рискнет в новостях, потому что с полуночи до четырех утра только это можно будет делать. Но мы, слава богу, глубоко за полночь заехали. В противном случае, скажем, репортаж, если будет показана такой акции в новостях в обычное время, могут забрать лицензию. Газетам и вовсе нельзя будет печатать откровенные фото Фемин. А если девушки со своим откровенным видео эмигрируют в интернет, то нацкомиссия по морали захочет, и там их найдет, и у провайдеров будут неприятностей, если не закроют доступ к их роликам. И ги ховали и с почистями. Пришли попрощатися навіть її жертви. Мультсеріал «Сімпсони», декілька голлівудських комедій та трилерів, канал MTV. Так журналісти та літератори у 2010-му весело прощалися із Нацкомісією з питань моралі. Новий тоді президент Янукович дав доручення ліквідувати цю структуру. Комісія, яка визнала аморальними пісні Андрія Скрябіна, український камеді-клаб, роман Олександра Ульяненка, ба навіть прогноз погоди на одному із каналів, стала настільки одіозною, що її голову Василя Костицького малювали на карикатурах у вигляді такого собі Геббельса. Та ось похована комісія воскресає. Нардепи прийняли в першому читанні зміни до старого, Кучмівського ще закону про захист суспільної моралі. Ще трохи Нацкомісія отримає суперменські можливості, сама визначатиме, що морально, що ні. І полюватиме вже не тільки на порнографію у ЗМІ, а також на найменшу еротику, під загрозою ба навіть реклама білизни, а також на те, що народжує оглядача страх і жах. Чи потраплять під це визначення новини, поки що не зрозуміло. Боротьба за моральну чистоту населення в безпрецедентна історія об'єднала владу і опозицію. Регіоналів, бютівців, нашоукраїнців, комуністів так може об'єднати тільки одне бажання – спасти людство від зла. Скажіть, будь ласка, чому ми, люди, маємо сьогодні цунамі, зміну клімату, торнадо, посухи? Чому ми знаємо, що років через 100 буде дуже невелика кількість землі придатна для життя? Тому що людина перейшла моральну межу. До вигляду протестуючих раді не звикати, та ці прийшли не за матеріальними благами. Оголений манекен, покликаний демонструвати депутатам, мовляв, хто б говорив про мораль. Це українські правозахисники та медіаспілки намагаються зупинити законопроект. Восени 2009-го столичний художник Олександр Володарський на знак протесту проти втручання парламенту в особисте життя українців заходився демонстративно кохатися перед радою. Поплатився кількома місяцями у виправних місцях. Це не новий закон, просто ухудшений варіант старого. В новому варіанті список єрісів розширен. Тепер людина можна буде карати за оскарблення традиційних, релігіозних і національних ценностей. З особистого сайту Олександра Володарського. Тобто, як в інтернеті жартують, якщо так піде, можна буде заборонити пушкінську сказку о папіі роботників обалдє. Чим не наруга над традиційними релігійними цінностями. А порнографію з еротикою легко відшукати у музейних картинах та античних статуях. Влітку цього року біля адміністрації президента активісти-гумористи влаштували День добровільної здачі порнографічної продукції. Серед виставлених експонатів – репродукції Веласкеса, Рубенса, Ботючеллі, Карачі, Модельяні, Ренуара, Матіса, Микеланджело. Але такі насмішки даремні. Закон про суспільну мораль настільки серйозно налаштований, що має зброю і проти них. Без Рубенса і Пушкіна гарантує – не залишимось. Дія цього закону не поширюється на обіг класичних творів літератури та мистецтва – документальних, наукових, науково-популярних, навчально-освітніх та історичних матеріалів. Із проєкту закону про внесення змін до закону України про захист суспільної моралі. А от ті, хто не встиг стати класикою чи історією, хай начувається. Нацкомісія зможе карати за амуральну поведінку не тільки ЗМІ та сайти, які показують не ті фільми чи програми, але й самих глядачів та користувачів, котрі щось подібне розповсюджують. Адже громадяни такі несвідомі, тільки й думають, що про полуничку непокоїться нардепи. Є сьогодні супутникове телебачення, і я не раз бачу, їздячи по Україні, що така хатинка під шифером навіть трошечки на бік схилена, але вона хилиться на той бік, де вчеплена велика ця тарілка. І я ж то прекрасно розумію, що цей дядько не для того, щоб дивитися СІНН, скажімо, я ж розумію, щоб подивитися малинку. Тих, кого хвилює моралізаторська діяльність ради, може заспокоїти тільки одне. Здається, наші нардепи і тут, як це часто з ними буває, не дуже самі вірять в те, що роблять. Навіть ті, напроти чиїх прізвищ, як напроти прізвища Ярослава Сухого, стоїть, голосував за. Захищати суспільну мораль на рівні законодавства – це абсурд, це неправильно, це та сама утопія, яку великих мрійників 19-го століття. Отже, яка вийде мораль у цій історії – ще побачимо. Ну а помимо всего перечисленного, вас ще можуть, наприклад, привлечь при желании, якщо дуже постараться, скажімо, заглумлений над національним флажем, коли ви в нього заворачиваєтесь, чи жовто-блокітні цвіта розрисовуєте себе груди. Знаєте, нас так часто забирають в милицію, загребають і сажають не за що, що ми будемо раді вже хоч действительно по закону сидіти. Ага. Хороший ответ. Ну хорошо, а тем не менее, вот если не получится прежними методами действовать, то как поступите? Ми вже тут провели совещання, ми переквалифицируємося в інститут, не знаю, там, общественних исследований. Говорят, що научні інститути можуть существувати і проводити свої исследовання. На самом деле ми считаємо, як я думаю, і більшість людей, що народні депутати, і мені кажуть, ним судить о морали і об'общественні морали. І я думаю, що господин народний депутат только що упрекав нас в тому, що ми чого-то не розуміємо і як-то неадекватно себе ведемо. По сьогоднішньому сюжету і по поведенню видно, що на самом деле в країні дуже багато людей, які ведуть себе неадекватно. І вони определяють, як нам жить, і що нам смотреть, і що таке искусство, що таке еротика, що таке порнографія. Я думаю, що обідео встати на протест і не соглашаться з цим законом. Тому що внедряють цензуру, просту цензуру, нам будуть говорити, що нам смотреть, що нам показати, що нам говорить. Прості, вот меркантильний вопрос, позвольте. Тут вже господина Каськева, голову господарственного агентства по інвестициям і національним проектам, колеги-журналисты с пристрастием допрашивали предыдущі части нашої программи, на які деньги він путешествує по миру, скільки тратить на презентации цих самих національних проєктів. А ви, де взяли средства на таке европейське турне? Якщо не секрет. На самом деле все очень просто. Ми зараз снимаємо большой документальний фільм з швейцарськими режиссерами Офемен. Они являться основними спонсорами нашого проекта, то есть поїздки в Евро-тур. І, звісно, в цьому проєкті нам поспособствували наші активисты на містах. Ми розміщались в їх будинках, вони нас кормили, ми кушали їх еду. Ну, вот эти мифические активисты, вас ми знаємо, а вот активистов французських, итальянських... Ви не знаєте многих наших активистів, які спрятали нас за спинами. А теперь делает вид, що він тут ни при чому. Ну, слушайте, ребята, в чому я с вами соглашаюся? Подождите, вот господин Карасев, я хотел бы его сначала спросить, а потом вас, художник. Вы же, по-моему, говорили, что это доходный проект, Фемен, что они нисколько тратятся, сколько зарабатывают. Ну, доходный и в политическом смысле этого слова, и, наверное, финансово. Потому что это привлекательно... Это гипотеза, или это вы знаете? Нет, и знаю, и гипотеза, потому что это привлекательно, это круто, это красиво, это эстетично. Это просто красиво. Это новая эстетика протеста. Это эстетический протест. Но политконсалтинг нужен. Да вообще-то шуму слигает. Нет, я не знаю, может это интуитивный... Нет, подождите. Я не несу, какая эстетика? Нет, эстетика, это не значит, что очень хорошо. Да вспоминайте, с чего начинается разрушение цивилизации. Уровень допустимости, куда мы опускаем. Сначала в 2000 году было разрешено бить милицию. Сегодня это норма жизни. Завтра можно будет раздеваться, трахаться на улице. Да вы же сообразите, что мы делаем. Начинается разрушаться совершенно другого места. Да просто напросто. Голова должна быть на плечах, а не в заднем месте. На гектаре земли строит тысячметровый дом. Вот с этого разрушается цивилизация. Сергей, заплевать на Чуваненко, это у вас какая-то навязчивая идея. Вы каждый раз, в каждой программе о нем говорите. Да если у вас представитель этой фракции, я скажу вот. Значит, когда партия, не будем ее называть, обещает покращение жития уже сегодня. И переводит стрелку. А вот они покращают жития уже сегодня. Вот они покращают жития уже сегодня. Может мы вернемся к предмету разговора? Да пожалуйста. Да может мы вернемся к предмету разговора? Вообще-то у нормальных людей есть нормальная самоцензура. Чем меньше будет этот бред показывать, тем меньше будет предметов для зарабатывания денег. Депутатов? А должна быть и Семен? Да при чем Семен? Ну как? Почему? Уважаемые депутаты, я вас показываю. У всех микрофонов открытых. Да пусть болеет себе на здоровье. Я скажу. Это вопрос к средствам массовой информации. Вадим, Вадим. Вадим, это вопрос к средствам массовой информации. Если бы этого не показывали, проблем у меня не было. Вот у меня такой вопрос. В политике много грязи или нет? Грязи много. Плошная. А здесь все-таки грязи нет. Да в чем вы имеете грязи? Это может быть никому, ну, может кому-то не нравиться. Я предлагаю завтра дать сношаться всем на улицах. Эстетично или не эстетично? Не захотят. Нет проблем. Вадим, Вадим, у нас не выходят. По месту, для движения Эфемин, по-моему, такого пункта нет. Да все к этому сводится. Ведь надо же думать по этапам. Я уже на весь мир уже рассказал. По этапам мы снижаем уровень допустимости в обществе. Вадим Васильевич, грязи нет. Не надо считать то, что протестующая женщина Топлес, это не проститутка, это не порнография. И это не разрушение цивилизации, это свобода женщины. Вы сами ее загнали в какие-то рамки каких-то приличий, корсеты, в паранжу. Она должна раздеваться и раскрепощаться. Это вы за своим... Она не должна этого делать со своим взглядом. В соседней России есть конкурентки. Вот там тоже девушки прошлым летом выходили. Правда, не совсем так откровенно обнаженные. Армия Путина? Да-да-да-да, в купальниках выходили в центре Москвы на демонстрацию, в поддержку возвращения премьер-министра на пост президента. А какие-то девушки с факультета журналистики Московского университета в календаре снялись тоже в таких вот достаточно откровенном виде. Ну, есть и пример египетской студентки, которая выступила голая против религии, мусульманства, против закрепощения женщины. Мы считаем, что в случае с Россией, там, конечно, политехнологи очень грамотно использовали наш формат, именно формат эротического... Да, мы считаем, что именно наш формат. Как минимум по бюджету мы им не конкуренты. Ага, вот так вот. Вот. А вы в России не хотите выступить? Все-таки украинки лучше, чем россиян. А мы собираемся выступить в Россию. Собираемся? Да, мы думаем, как бы туда заехать и все-таки живыми оттуда выехать, то есть быстро провести акцию и быстро оттуда свалить, потому что все друзья говорят, что на самом деле там все... Ну, не то, что говорят, мы видим, и говорят, что на самом деле все очень жестко. Но в Иране хуже будет, честное слово. В Иране, да, возможно, хуже, но и там проблем больше, и я думаю, что нужно делать. И смотря на то, что это опасно, нужно подготовиться. Мы не просто так поедем, сделаем, а там что будет. На самом деле мы планируем подготовиться. Я думаю, что очень правильно, что мы начали развивать наше международное движение именно с Европы и США, потому что если у нас будет сильное крыло в Европе и в Штатах, то тогда и Россия нам не страшна. Да, и Путин с Медведевым, зайчики и медвежата тоже нам не страшны. Так а вы вот, если в Москву приедете, будете за что или против чего выступать? Как обычно, за справедливость, за женщин, за женские права, за развитие женщин в политике, в экономике, во всех сферах социальных, политических. Нет, ну какие-то должны быть лозунги такие эффектные, нет? Мы жнем с Россией не бороться. Подумаем. Мы подумаем. А, вот господин Карасев, я чувствую... И тем, что все ребенок задумывался над тем, чтобы поработать с вами как политтехнолог. Нет, я не хочу работать как политтехнолог, я просто советую... Ну, может быть, посоветуете кого-то из более молодых коллег? Обязательно. Уже возраст. Уже есть такие, да. Ага. Вот. Надо просто все-таки оформлять политическое движение, должно быть политическое оформление, должны быть манифесты, лозунги. Потому что внимание вы привлекли, а теперь должны уже вы привлекать вниманием не топлесс, а идеями. Понимаете? Вот тогда вы начнете развиваться дальше. А если вы не будете привлекать внимание идеями, вас просто забудут. Забудут, потому что завтра выйдут более молодые девушки. Они покажут то же, что и вы показываете, и все. И вы перестанете котироваться на рынке. Прекрасно. Понимаете, Вадим, может, объясним вам немножечко. Когда мы выходим топлесс, мы две идеи задвигаем. Это не идеи. Нет, послушайте. Может быть, вам как мужчине непонятно. Правая и левая. Сразу две. Сразу две идеи. Да, первая идея. Это тема, которую мы поднимаем на той или иной конкретной акции. И вторая идея – это свободная женщина. Ведь если женщина может пока еще в какой-либо стране раздеться, и при этом не быть забитой камнями, значит, в стране еще немножечко есть демократия. Поэтому мы как раз-таки идеи у нас есть. Да, вот хороший лозунг. Если в стране еще женщина может раздеться публично, и не быть забитой камнями, значит, в стране еще есть свобода. Господа, на самом деле, извините, время наше подошло к концу. Я благодарю участницей этой части программы. Поприветствуем девушек из движения «Фемент». А мы с вами встретимся в этой студии через неделю. В таинственной части программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»